Погнали, ребятки! Твич-контора, поехали! Еее, изи, изи в чат! Бля, иди нахуй, сука! Бля, громко, долбоёб! Больше так не делай! Конченый! Ну, здарова, смешарики! Че, как и экзамены! Или вы уже выбрали свой путь? О, это я, кстати! О, нет, нет! Кстати, чтобы сдать наста... Бля, подожди, это Арцелюхой на фоне, что ли? Там человек-паух! Какие, блядь, 20% написано? 150%, блядь! Вы тоже видите 150%, какие? 120, блядь! Или экзамены. Нужно всего-то подписаться на мой телеграм-канал, который ждёт в описании. Ну или не сдадите. Че за хуня? А мы, как обычно, поздравим эти картинки с... Так, ебать, тут я есть! Стоп, подожди! Это было 16 мая. Когда ты последний раз... Стоп, блядь, ты меня с ДРЭ поздравляешь? Спустя нахуй месяц? Я уже забыл, что он у меня был, брат. Ну, спасибо большое! Приятно, 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 приятно. Очень приятно. Кстати, по-моему, это фотка с Юзей. Блядь, подожди, так это реально, это фотка с Юзей. Дааа, это фотка с Юзей! Подожди! Стинт... У меня есть фотка с ним совместная? Стинт и Юзи. Реально есть фотка? Картинка... Стинт... Фото... С Юзей. Блядь, а где? Я говорю, вот эта фотка с Юзей 100%. Я просто вот его знаю по голове. Вы видите? Блядь, давай теперь верну обратно, а то нихуя не понятно. Так, преобразовать? Наде... Ребят, ну чё? Вы... Надеюсь, вы не привыкли ещё. Ну, не расстраивайтесь, ребята, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Придётся смотреть нормально. Придётся смотреть нормально, понимаете? Ну, хотите, могу чат оставить в таком же положении, чтобы сильно не переживали, не расстраивались, потому что вы уже начали писать, как я вижу, тоже уже вверх ногами. Ну, давайте, давайте. Всё, во, нормально. С днём рождения! У меня КС, ТА тоже ДР. Блядь, это реально фотка с Юзей, подожди, а где она? Я даже забыл, что я с ним фоткался. А где? Ммм... Ну, это, по-моему, Игромир. Это смахивает на Игромир. Блядь, никто не помнит, никто не найдёт. Сука, это чё? Чё, я такой жирный? Ээээ... Босс оф зэ джим? Син показал, кто босс оф джим, чё? Два года назад? Так, ебать, я здесь реально качаюсь? Ебать! О-о-о! Ой, спина, спина! Ай, неровно, неровно! Ай, 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 ошибочка критичная, конечно! Не хватает! Осанка, осанка! Ой, вот это хороший был. Вот этот был хороший, последний, молодец! Здесь прям, молодец! Вот это, в конце прям, молодец! хорошо сделал так 6 ебать пресс качаю ебать ебать варить уже творю шариком на ножке взял в руки о май га нереально это круто выглядит я это тяжело на самом деле если думаешь легко это тяжело это правда нагрузка прямо такая приличная капец и спортивный был два года назад а это все что у меня был день ног что подожди у меня был день ног просто халявный какой-то я сто процентов дольше делал есть что-то еще а чел умер после двух лет ну обидно 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 такая ты я искал фотку с юзей подожди юрина к где он ее достал сука блять где он ее достал стинт игру мир ёбаный ты в рот это что такое так я открыл игромир или порно сайт что это за хуйня не подожди непонятно это что такое подожди а почему все косплеи они какие-то такие знаете как говорится сиськами почему нет ни одного мужского косплея опять женский где мужские косплеи блять сын тебя спалили блять прошли фотку бля это реально с юзей 2015 году посмотрите охренеть охренеть бля вот это понимаю фоточка легендарная по моему охрененно было короче всех благ здоровья хайповых интеграции на а мы переходим к новостям давай сейчас будут актуальные новости ты сразу про канал плейшо на камеру а вообще нет я просто пишу сценарий нахожу новость пишу сценарий записываю по суфлёру на камеру и все как бы записываю через убс и даже звук особо не скроллю то есть я просто так сделаю и говорю всем привет дорогие друзья добро пожаловать все то есть там ничего сложного там где был пиксельбан спасибо большое за помните я вкидывал инфу про политику в чате хейтрейды мне выписали огромную пасту с якобы пруфами вырезанными из контекста как оказалось все получилось наоборот и я паховал говно из-за того что поверил еще полгода зарабатывал мое доверие в телеграм-чате и воспользовался моментом чтобы прославиться на весь твич ну как на весь даже смешно говорить а это за прошлое прошлое помните он рассказывал то что этот с дрейком ситуация была я нихуя не помню блять сделайте вид что вы понимаете это ребят это та самая ситуация помните с дрейком когда вот чел был с пиксель артом ему дали информацию о том что вот он что то говорил ну помните да ну по моему блять вообще зря так поступил ну объективно так себе поступил ну правда кто так вообще поступает я не понимаю нет вот другой человек вот вы бы так поступили нет конечно нет это жалко жалко его пиздец жалко короче скоро на плейс готовится что-то масштабное с пикселями от команды саня гвина и братишкина подписывайтесь а создателю плейса приношу искренние извинения за такой вброс на большую ау да не переживай брат не переживай я думаю он понимает можем попасть вместе в его ролик и так сказать стать знаменитым на весь твич дальше пройдем по фаст новостям какие-то устарели но рофл остался и так так рофл остался это важно коликс впервые опнул второй левел что блять а вы мне не могли сказать до этого стоп подожди реально это фейк чел я вообще в это не верю я вообще в это не верю че тоже в шоке охренеть он же типа вечно был на первом уровне спустился на первый уровень аааа он слился уже ребят он ну типа он только что был и слился моментально но недолго он был вторым уровнем видимо не удержался на плаву как бы сложный левел ну вообще объективно второй левел это очень сложно его сложно удержать ну ничего на тридцать седьмом году МБ снова опнет сын Лекси Хантик тоже не отстает а вот бабушку Ольгу до сих пор кикует Сэм Эмма даже когда она была на первом месте сет ну кстати с бабушкой это очень жалко я видел этот видеоролик где она реально неплохо так настреливала просто кикнули по угару я вообще не понимаю правда она просто играет в игры кайфует ну и в чем проблема че докопались вот если бы моя бабушка играла бы в игры никто бы не посмел ее кикнуть потому что вы бы они-то разбирались со мной да да так и было бы Джефф Безос владелец Амазона холысый сделал предложение своей возлюбленной которая по словам пользует блять что это женщина ой в смысле блять красивая ебать очень рушила его 25-летний брак бывшая жена была фактически его правой рукой выполняла сразу несколько функций в компании но увы отметив 25-летие брака сообщили о разводе Безос сделал предложение тележурналистке с кольцом в 2,5 лямов баксов на новой яхте за 500 миллионов долларов бля почему я не общаюсь с этим лысым мужиком это же охуенно он бы блять все бы покупал блять все вообще понимаете может и сабочки подарил бы мне и а что мне вообще нужно для жизни блять вот знаете что проблема короче может мне некоторые чуваки поймут что когда у тебя появляются хоть какие-то деньги ты покупаешь себе казалось бы то что ты всегда хотел а потом ты сидишь такой и нахуй мне что-то еще покупать ну то есть допустим там зачастую из тех вещей которые ты хотел купить допустим это там playstation 5 и условный телефон пиздатый все ты у тебя это появляется спасибо большое за рейд спасибо большое за рейд у тебя это появляется и ты сидишь такой а че мне еще нужно то ну как бы все там дальше еду покупать и наверное больше не нужно ну правда машина а нахуя машина ну то есть я честно говоря я вообще не понимаю зачем нужна машина если у тебя нет семьи Или ты не постоянно ездишь куда-то То есть ты постоянно не на колесах Правда То есть чисто для понта в чем смысл За ней надо ухаживать Находить ей постоянное место для того, чтобы поставить Еще что-то с ней сделать А ты взамен получаешь только, грубо говоря, фоточку в телеграм-канал И изредка ты можешь покататься Типа, ну такая себе хуня на самом-то деле При условии того, что еще должен до этого учиться, получается На права сдавать А это гемор Потому что надо время выделять, проучить что-то Это гемор Причем не факт, что тебе понадобится в том количестве Ну, опять же скажу Если у тебя есть своя семья Если у тебя работа связана с колесами Если ты находишься где-то вне города И тебе нужно постоянно ездить То да, это охуенно Ну, допустим, мне в жизни нахуй машина не нужна Думаю для большинства людей тоже То есть человек, который живет просто где-нибудь в городе И которого там работа, не знаю, километры от него Нахуя это нужно, правда А если вообще И еще бывает, знаете что, блять Что метро полезнее, чем машина Правда То есть сколько бывало такого Что ты, сука, выбираешь метро Не потому что, ну, там удобнее А просто потому что Так быстрее, нахуй, добраться до места Чем на машине Вот и вопрос А нахуя тогда машина Кроме, ну, кроме тех ситуаций Когда я писал выше Поэтому вот мне она вообще не нужна Если бы, да, был у меня какой-нибудь загородный дом Там семья По-моему, это охуенно было бы Правда, тогда бы я подумал над покупкой машины На сдаче на права Да, тогда бы А сейчас Просто бессмысленные траты денег для пота Зачем? Чтобы потом, блять, эту машину продать Сколько, блять, ютуберов? Видели столько стримеров, ютуберов Которые покупают Крутой Порш Проходят полгода И сразу новый, допустим ТТТ Стример продал свой охуенный Порш Или разъебал Я вообще, блять, Порш Гру, Порш Это проклятая машина у блогеров Вот знаете Я вам назову Тысячу и одного блогера Который, сука, разъебал Порш А вы мне попытаетесь назвать мне человек Который Порш не разъебал Из блогеров Это проклятая марка машины Просто у блогеров Не покупайте То есть, марка-то хорошая Но для блогеров она проклятая Блять, я вам клянусь Особенно у майнкрафтеров Почему-то все майнкрафтеры Которые покупали Порш Они его разъебывали Я не знаю Там как будто медом намазано Они такие уберут его И говорят Ну, я его не разъебу точно Проходит полгода Раз разъебал Это вообще пиздец Булкин, а он майнкрафтер Быть все-таки выплаты СНГ Стрей не разъебал Он пиздит вам Сто процентов разъебал Стримеров идут в оборот Они копятся в ожидании Открытия выплат Челу КС ТА 59 лет Что бы сделать миллионам Который дал тебе Безос Ну, я не знаю В компендиуму дочи задонатил Ну, правда Я не знаю Куда мне деньги девать То есть у меня Вот деньги, которые есть Я их просто коплю Коплю, коплю Все Правда Ну, и, конечно Я себе не отказываю Там в еде условно В еде В каких-то там прикольчиках Там кино пойти Что-нибудь такое То есть я себе просто не отказываю И, допустим Если я там могу себе выбрать Там в зал купить абонемент Пиздатый Все Ну, то есть В таких вещах просто себе Не отказываю А так они просто копятся Копятся, 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 копятся Чтобы, знаешь И в случае чего Вдруг там случится что-то Я просто такой Раз Я охуенно Компендиум не будет дочи Ну, блядь Ну, я так образно сказал, мужик Ну, это же понятно Редактирование клипов Для распространения В других социальных сетях Вышло из бедки Все круто Но огромный и жирный минус Редакцию клипа Может делать только Владелец канала На котором сделан клип Сам зритель Не сможет отредачить Тогда в чем смысл этой хуйни Ну, правда В чем смысл этой хуйни тогда Потому что такие тиктоки Краски распространяет Именно сама аудитория Блядь, а не ты В большинстве своем То есть придется Аудитории, как и раньше Копировать ссылку Вот, допустим, с клипа Заходить на отдельный сайт Вводить ее А это гемор Удобно было бы на твиче Короче, все Переделывайте твич Моему чату И мне не нравится Согласна Переделывайте Добавляйте это для зрителей Чтобы они тоже могли Это просто поднарезать И выложить И не париться С клипа А зачем стримерам делать Нет, многие стримеры Это подобные выкладывают Но проблема в том Что, понимаешь Эти стримеры Кроме того, что это выкладывают Они еще это и монтажат Чтобы это выглядело прикольно То есть В чем смысл редактировать В тиктоке Вот здесь на сайте Если стримеры Сами, блядь Сами, блядь По себе Делают это просто Качественно Качаю данный клип Блядь Для регистенсор Родомного чуваку Который там, знаешь В чате заклипал Такой Ну, бля, пойду Выложу порохло Почему бы нет У меня там пустой канал Выложу Вдруг зайдет Им-то да Им прикольно А тем, кто Делает контент На постоянке Им просто эта функция Бессмысленна Вот и все Странная сеть Он будет, но урезан Они кинули предъяву Мол, по-моему Никто БП не покупает Ему просто урежем А, даже так будет Бля Тема Дали всем Но не всем Че со звуком Тычу контор Это громко То тихо Непонятно Немножко А еще успеть Случайно Затарился шляпой В Роблоксе На почти 15 миллионов О, я это видел Это вообще Эмба Ну, не говорю Мне кажется Он просто Думал, что Зарофлит И не примется Вот этот Получается Не примется Покупка Или он промажет А он реально Ее купил Нахуй И такой Бляй Нахуй Я это сделал Ну, Рофл Просто вышел Из-под контроля Ну, хоть какой-то плюс Я не знаю Прикинь Потом взломать Аккаунт Зайшоу Спида И чисто бегать С этим скином Джим Бень Кстати Деньги ему Никто не вернет А продавцу Получится вывести Только одну четвертую Сделки Из-за огромных Комиссионных Чуть больше Спит закончил В школу Ну да Чилу 18 лет Кстати, есть очень Прикольная новость Для роллблоксеров Я это буду сегодня Выкладывать в ТикТоке Но просто вам Спойлернусь Скажем так Как зрителям Своего канала Понимаете Самым крутым Самым пиздатым В общем Роблокс Точнее Разработчики Как раз таки Вот этого сайта Роблокс Где как раз таки Собираются Все эти плейсы Разрешат Делать плейсы Для взрослых И пока Вы не начали Отправлять Тут самый легендарный Нахуй смайлик Я вам уточню Что это не те Самые Блять Плейсы Для взрослых О которых Вы подумали Но Это все равно Очень охуенная Штука Из-за того То что Получается Аудитория На Сайте Роблокс От 17 24 лет В количестве 38 Процентов Что на самом деле Очень немало Они добавят Новую категорию 17+, Где можно будет делать Контент С Такой расчлененочкой Скажем так Кролистичной Кровью Грубыми шутками Романтической тематикой Азартными игр Алкоголем И всем 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 Да То что вы сейчас Справляете Возможно тоже будет По крайней мере В какой-то Наверное Шифрованной форме Но это по сути Подходит под категорию Но то что вы подумали Именно игры для взрослых Нет Нет ребята Не настолько Но Походу Плейсы будут пожёстче Не Возможно Когда-нибудь Вообще Это превратится В какого-то Джона Уика Мы будем просто Играть в Роблокс И там будет Дум какой-то Уже не для детей Как вы понимаете Плейсы Уже не для детей КССТА И потом Бля прикинь Как бы охуенно Сайшелспидом Учиться Это же вообще Пиздец Встретился с Роналдо В этот раз С настоящим Роналдо Ну его мечта Прям исполнилась Ну это правда Прям искренность Вот что делает Шляпа Роблокс За 14 лямов Ну она счастливая Правда И школа закончилась Она уже встретилась Это кайфово С первого октября Не Айшелспид Очень классная Айшелспид Это очень классный чел Правда Он мне очень нравится Вот если бы Вот не та история Получается С наёбкой Которая у него была Ну вы сами помните Когда К нему какие-то Кенты левые подъехали Он вообще был бы Охуенный чел Твич запустит Новую партнерскую программу Расширенный партнер плюс По которой стример Сможет получать Аж 70% Чистого дохода За сапки Ещё в 2021 году Твич не хотел Делить доходы 70 на 30% Со стримерами Видимо Кик уж сильно пинает Идти на такое решение Но есть нюансы Во-первых Сапки должны быть Не подарочные Во-вторых Действует повышение Процента На 12 месяцев На сумму Кстати Мне реально Знаете Даже интересно Окей Допустим Они пошли На такой шаг Это охуеть Как круто Это охуеть Как круто Но Два Два Блять Почему не три Два На протяжении Долгого времени Твич утверждал То что Твич Это убыточная платформа И каждое Их новое обновление Которое подразумевалось С тем Что они будут Жать стримеров Сами понимаете Какое место Как раз таки Аргументировалось тем Что Твич Это убыточная платформа И сейчас Они такие Ну Мы можем предложить Вам нечто другое Да С некоторыми оговорками Но предложить А что Если они Я просто не понимаю С миксером была такая же хуйня Когда нинджу подписывали Шрауда Еще кого-то Они так сильно Ну Мозги Ну Не ебали С тем Что давайте Изменим Получается Ценники Ну Сейчас Почему-то Начали У меня Есть предположение Почему Возможно Они охуели Ну С того Что у Кика Столько денег Потому что Давайте честно Контракт Нахуй На 100 миллионов Долларов Причем Без эксклюзивности Это говорит о том Что по сути Им похуй Ну им реально Похуй Они такие Блядь Давай эксклюзив Подпишем За 100 миллионов Баксов А что Будем прописывать С ним эксклюзивность Да нахуя Блядь Просто пусть Делай там Оставной контент Отвече Там не знаю Анимешки смотрят Мне вообще Поебать Вот Держи 100 миллионов Кто следующий Амарант Блядь Не хочу И 100 Давай Сука дадим 2,70 Бля Ладно Похуй Держи Кто еще есть Ну смотри Вот из старичков Асмангольт Асмангольт Сколько у нас там осталось Да блядь Ну хуй знает Миллиардов Двести Сука Ну дай ему Миллионов 50 Похуй Кто еще Мистер Бист Блядь Ну держи 200 Я хуй знает Сколько Че пошли Этот Макдак Че бра Ну я говорю Такое ощущение Как будто их денег Там ну Просто немерено И возможно На этом фоне Они начали Немножко Прогибаться Хотя Есть равно Подозрение То что Ну я пока Просто не уверен Слишком много Было убить С Твича Но Кик Это первая платформа Которая настолько Жестко разбрасывается Бабками Я думаю Вот с этим Вы согласитесь То есть Плыло в дохуя Платформа Которые хотели Убить Твич Ни у одной из них Что-то не получилось Но настолько Жестко разбрасывается Только Кик Первый раз Такое вижу Это вообще Пиздец Я сам охуеваюсь Уже там контракты Какие-то футбольные Поэтому посмотрим Что из этого получится Но Выглядит это Ебать Как неожиданно И даже Ну Впечатляет Че уж греха таить 100 тысяч долларов Если все условия Выполнены И партнер Принял условия Соглашение Вы автоматически Перейдете в партнер Плюс 70 процентами Сейчас же Твич делится Стримерами 45 на 50 Да нет Раньше просто Нельзя было стримить На других площадках Если стримил на Твиче В этом прикол Смайл год Это Тасс Вот Чтоб ты понимал Это наебка В том Ты и рофл Все Стримеры Думали Что это правда А дело в том Что это наебка Однажды Один чел Ну просто Ты же знаешь Что всем стримерам Получается на Твиче Отправляют договора Но А люди Они долбоебы Они Ну не читают Эти договоры Они просто Подписывают его Ну Я могу даже Объяснить Ну Типа Когда вам Получается Приходит Обновление Для телефона У вас Огромное Количество Вот этих Всяких Рекомендаций Описаний Описаний Того Что вы Должны Подтвердить Вы же Это Не читаете Так Вот Есть люди Которые Не читают Даже договоры В частности Для стримеров И вот Эти стримеры Подписывают договор Просто Услышали от кого-то Что у тебя Эксклюзив А потом Оказалось Что это Пиздеж Ну Просто Пиздеж Полный И челы Такие Подожди Чтоб Сто Посмотрели Это И такие Бля Реально Этого Нет Потом По-моему Добавили Через некоторое Время Вроде Как У некоторых Ну Допустим У меня И у многих Других Этого Просто Этой Хуйни Просто Нет Причем Сами Модераторы Блядь Отвеча Тебе Пишут И говорят Алло Привет А че Ты стримишь На другой Платформе Мне лично Писали На ютуб Типа Такого Хуйя Ты стримишь И Я Свой договор Чекнул У меня Это хуйни Нет Я могу Стримить Где угодно Просто Вот из-за того Что они писали Думали Что эта херня Есть у всех И появилась Эта байка То что Твич Вот если стримишь На Твич С партнеркой То это Фулл эксклюзив А это Пиздеж Как раз таки Я сам Это узнал По-моему Только В 2019 Году Это Вообще Это Эффект Мандела Блядь Хуй знает Откуда Взявшиеся Понял Жестко Жестко Но сейчас По-моему Многим Прописывают Но В то время Когда эта херня Такой поднималась Нет Этого не было 55% Забавно Еще то Что только 2,5% Партнеров Подходят К этим требованиям Умный муф Экономный байт Или призыв К действию Для зрителей Заработка Стримера Непонятно Но время Покажет Угу Ютуб тоже Обновил Свою партнерскую Программу Максимально Ее облегчил 500 Патисоки Три ролика И 3к Часов Просмотры За год Но на Ютуб Шортс Нужно Набрать 3 миллиона За 90 дней Подожди Теперь Вообще Легко Получить Партнерку Не? Это Халява Ну Это И понятно Просмотры На шортсах Летят Как Пирожки Короче В мое Время Такой Халявы Не было Пользуйтесь Нюфаги Это Халява Это Халява Правда А Прошлый Топ 1 Твича Фортнайтер Ниндзя Со своими друзьями Анонсировал Новую игру Королевской битвы Опять Копирку Фортнайтер Якобы С большой Карты И уникальными Мехами Я кстати Недавно Заходил Ну как Недавно Месяца Два Назад Трин Заходил К Ниндзя Я не знаю Он как будто Заебанный Сидит на стримах Ну Я просто Вспоминаю Этого чувака Который Раньше Помните Он же Разъебывал Все Там Вот эти Стримы С Дрейком Бля Телекенни Вестом Я уже Не помню На самом деле Просто помню Что какой-то Рэпер Сука Какой-то Рэпер Сидит с ним Потом еще Какой-то Контракты Ютуб Ревайнды И все 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 Он везде Появлялся Он был Лицом Твича Он был Лицом Фортнайта Сейчас я зашел К нему Сидит такой Заебанный Просто Хуярит Фортнайт Такой Блядь Жизнь Говно Там реклама У него Рэдбула На фоне Бля Жизнь Говно Пиздец Там Сидит Иногда Чем-то Скажет Все Просто Чел В заебе Мне кажется Ему просто Уже В падлу Стримить Ну честно То есть То что Сейчас Киком Будет Что-то Делать Он просто Уже Такой Бля Я столько Бабок Заработал Ну И на инерции Продолжая Делать То что Делал Раньше Просто На инерции Ну Есть Ребята Я не такой Долбоеб Есть люди Которые Тоже Закадили Нинджу Смотрели То есть У меня Прямо Четкое Ощущение Что Учила Выгорание Какое-то Да Все Из-за Бета Версии Нового Редактора Для Фортнайта Только Вот Релиз В 2020 Ну Только Не Человек Писал Что Было Было Получается Общение Кто Больше Не Смотрит Нинджу А Фортнайтер Еще Живы А Диабло 4 Набрала Почти Лямчик Зрителей На Старте Раннего Доступа Ну Неудивительно Когда Ее Так Сильно Пушат Реклама А я Хотел Кстати Поиграть Диабло 4 А потом Понял То Что У нас Из Ебланов Только Андрюха Будет Играть Я Хотел Фул Пати Бежать То 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 Она Стоит Ну Если Ты Русский Нахуй Она Стоит 10 Тысяч Рублей Для Тебя Именно Для Тебя Понимаешь Потому что Ты Русский Россия Ё-моё Я думаю Блядь Все Вместе Поиграем Андрюха Такой Блядь Давайте Давайте Все Вместе И Знаете Только Андрюха Я Хочу Я Такой Ну И Похуй Блядь И По Андрюха Даже До сих Пор Не Купил Потому что Не хочу Покупать Не хочу Покупать Правда Дорого Не моя Конечно Тематика Но рекорд Достойный В честь Выхода Street Fighter Отвич Сделал Кстати Меган Фок Рассталась С МГК Понимаете Так что Милфа Свободна Ребята У вас Есть Шанс Потенциальный Познакомиться С человеком Который Работал С Майкл Бэем Где Каждый Кто Постремил Игру Street Fighter 6 Попадали На Отдельную Вкладку На Главной Странице Также Твич Добавили Новый Смайл Найстрай Но Самое Главное Это Кстати Смайл Хуйни Сори Как бы Твич Смайл Хуйни Найстрай Конечно Халявный Красивый Значек Уника Всего За 5 Минут Просмотра Трансляции Все Кто Были Подписаны На мой Телеграм Канал Были В курсе И получили Значек А ты Все Еще Блять Его Даже Не Видно Сука Подожди Твич Вы Вообще Ебанаты Вы Его Видите Вот Так Блять Это Как Будто Член Шапочкой Вы Че С ума Сошли То Есть Найстрай НТ Одна Из Самых Популярных Фраз Видеоигр Вы Превратили Вот В Эту Штуку Ну Извините Это Прям Безвкусица Абсолютно Вот Видите Вот Это Блять Смеющийся Кот Китайский Он И то Охуеннее Чем Этот Смайлик Добавьте Вот Этого Блять Кота В качестве Найстрай Чем Вот Это Правда Будет Лучше Ебаный В рот Намного Лучше Да Не писайте Вы На Нахуй На Нее Долбоеба Перестань Писать Макака Нахуй Хватит А Это Скунс По Моему Да Чё Не Подписанный Проебал Момент Летний Игровой Фест 2023 Года Замена Е3 Где Поучаствовала Огромная Пачка Компании Для Представления Своих Игрушек И выходов Играйте Летом Вот Списочек Прикреплю Онлайн Отвечи Достигал До 250 Тысяч Зрителей Да Только К сожалению По отзывам Чё-то Не сильно Зашло Но Она же Типа Приемлица Была Е3 Но По отзывам Так Себя Произошло Мероприятие Зали Очень много Трейлеров Новых Игрушек И дополнений Но Было Настолько Выденько Что Е3 2021 Не смогли Переплюнуть Ещё И обвинили В сексизме Из-за Отсутствия Женщин На сцене Короче Первый День С Показали Очень Много Крутых Игрушек И типы Мировых Премьер Вот Также Список Не Ну Катю Иксбокс Очень Много Всего Прикольного Гроз Представленных На фесте Тут Релизы Уже Пожирнее Онлайн Феста Тоже Был Маленький Хоть И на Ютубе Я Лично Жду Переворот От Киберпанка Ну Должны Ж Уже Реды Доказать Свою Мощь И не упасть В грязь Лицом После Такого Житого Представления С релизом Киберпанка Да Подожди Подожди Они почти Киберпанк Доделали Вот Точно DLC Будет Охуенный Я тебе Говорю Вот Тут Сто Процентов Сто Процентов Понимаешь Учитывая Что Теперь Они Сами Допилили Дополнение А не Стороняя Компания Так А чем Это Я Ах Да Про GTA 6 Так Ничего И Не Сказали И Снова Накормили Новыми Обещаниями Из-за Намека Издателя Тайкту О финансовом Годе В 2025 Кто Теперь Верит После Сливов Блять Нихуя Не Обещание Это Просто Вырезанное Интервью Если Что С Тайкту Там Просто Чел Короче На Тайкту Не Намекал А Въебывался В этом Трофл И Люди Смотря На То Что Он Сказал Они Такие А Походу В этом Есть Какая Логика Скорее Дата Выхода Игры Примерно В это Время А еще Начал Выебываться Про то Что Какая GTA 6 Будет Крутая Игра Так Что На самом Деле Это Не Кормление Обещаниями Чел Просто Сидит Выебывается И Говорит Лишнего А Чуваки Вырезают Его слова И делают Из этого Целые Новости Как Б Вот Дурки К моему Любимому Вбросы За Шквары Новости Про Казино Стримеров Ой Кто Я Скам 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 Сука Скам Король Бонус Ок Собак По 500 Говорили Что За выступление Для Школьников Асками Заработал 4 П Скам Блять Я не понимаю Так Смешно Блять Егор Крит Который Сказал Ребят Я расскажу Вам Про Скам Если Пишет Ваш Любимый Блогер Осторожно Возможно Это Скам Поэтому Не верьте Я бы Никогда Не написал Тем временем Егор Крит Самый Главный Скам России 5 Миллионов Рублей Инфо Мэш А сами Представители Крита Один Паблик Вбрасывает Инфо Погода Другие Не могут Разглашать Госценники За выступление Кому Теперь Верить Крида Также Записали В инфо Цыган Бустер Кстати Очень Хорошо Двигался Во время Бана Хорошие Ролики Коллабы Треки Даже Футбольные Матчи И тут Разбан Меня Разбанили Да И че Он сейчас Забьет Получается На все Это Бля Обидно Будет Потому что Реально До хера Контента Зальет Девчонки Поздравьте Разбанили Меня Разбанили Замечу Что Скорее Всего Это Первый В СНГ Разбан По запросу РКН Который Вполне Может быть Примером Для Разбана Других Заложников Пермача За казино Например Плохому Парню Но За ним Были Замечены Казино Стримы На ютубе Оттуда И новые Тачки И Драгостоящие Стримы Блядь Сука Что Я Не Так Делаю Своей Жизнь Ладно Давайте Честно Если Я Стримил Казино На Что Боя Тратил Бабки Машину Боя Тебе В жизни Не Покупал Квартиры И Так Есть Что Боя Бабки Тратил Вот Правда Сейчас Подумаю Нет Не 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 Блядь Я Говорю Если я был бы Богатым Я бы Лучше Платил Этим Ансабом Бабки Чтобы Модераторы Были Еще Более Злые И Лучше Выполняли Свои Дела Я Вообще Считаю Что Знаете Голодный Волк Всегда Больше Хочет На Охоту И С Большим Таким Желанием Выходит На Охоту Поэтому Модератора Нужно Всегда Держать Голодным Чтобы Он Как только Увидел Какой-то Банвор Сразу Начал Его Ебашить А Представьте Какое Большое Желание Ебашить И Тех Людей Которые Еще Мало Того Что Нарушают Правила Так и Деньги За Это Получают Это Просто Чего Напишет Слово Н Ему Сразу Пермач Нахуй Ебальник С нуля Я Конечно Предполагаю Что так Модераторов У меня Не будет Но Вообще План Хороший Но Все Равно На Твечи В Хозяевах Уже Не Постремить Что Сказывается На Моралке С Одной Стороны Грустно С Другой Предупреждения Были Проигнорированы Почему Ситуация Работает Так Что Человек Стримил Казино Потом Он Говорит Извините И Все Как Люди В Черном Все Я Не Желаю Никому Зла Типа Ну Я Желаю Справедливости Ну И Ген Суха После Заявления В интервью Про Казино Обратилась В Лигу Безопасного Интернета Что Давно Не Стремит Казино И Никогда За Него Не Возьмется Ай Блин Я Так Износ Да Суха Я Более Чем Уверен То Что Они С удовольствием Стримили Казино Если Можно Было Ну Вот Правда Вот Если Сейчас Неожиданно Происходит Вот То Что Сейчас Показала Илюха Вот Это Знаете Ребята Вы Ничего Не Видели Бац И Она Такая Ребята Сегодня Мы На Сайте Семь Топоров Точка Су Сосу И Сегодня По Моей Реферал Вы Получаете Врачат Я Говорю Так Так Было Было 100% Ну Так Было Бы 100% Я Не Понимаю Просто К чему Парад Лицемерия Из Разряда Я Блять Аудитория Я Я Больше Рекламировать Точно Не Буду Прости Я Все Поняла Одуплила Тем Временем У нее Новая Машина Новый Дом Нахуй Новый Личный Такой Слон Который Выполняет Ее Заказы Говорит Принеси Мне Тапки И там Слон Мне Принеси Тапки Она Так Бля Вот Же Бедная Жизнь Бля Хочу Слона А че Вообще Я Тоже Лицемерию Если Ко мне Пришел Хоть Один Казик Я Рекламировал Тоже Проблема В том Когда Мне приходит Казик Я Просто Выебываюсь И Ну Ты Конченый Блядь Это И так Переплата Ты же Понимаешь Говорит Ну А давай За 100 Все так Говорят А я За 100 Хочу Рекламировать Казино Давай И он Такой Ну Иди Нахуй Говорит Сам Иди Будет 100 Миллионов Приходи Нищий Блядь Мне кажется Если бы я был Хоть Немножко Менее Мудак Я бы Был Богатым Зато Просто Я не знаю Когда люди Приходят С кавом Я такой Блядь Ну давай Прекламирую Ну давай Просто За Дохуяль Денег Тогда Ты это Скажешь Совсем Недавно В Ваде Были проблемы С разбаном На Твиче Опилку Уже Рассмотрели Но Не отвечают Также Упомянул Что Рамщик Мокривский Будет судиться С Твиче На мою Опиляцию В течение 90 дней Никто Не ответил При этом Я точно Знаю Я знаю Точно Что Ее уже Рассмотрели Ну Что мне делать Мне подавать За стулямов Готов нас продать А вы бы меня Не продали За 100 миллионов Вот приходит Вам человек Говорит Вот держите 100 миллионов И только Не смотрите Из тинта Вы бы не смотрели Меня Конечно нет Блядь У нас реклама Букмекеров Считается нормой Хотя Ебать Скамищие Аказики Стримить Это все Пиздос Блядь Кстати БК Я не считаю Вообще скал Мужик Ну типа Правда Это просто Обычный Тотализатор Ну правда Такие всегда были Напишите То что ты по сути Даже на улице Занимаешься Вот этим Ставим Допустим Чувак Типа на Сашу Который добежит Блядь И спорим Спорим Саша съест Там не знаю Червяка И вы делаете Ставки на это Это по сути То же самое БК Просто блядь Уровни Саши блядь Саши смелого С вашего двора Я написал А что по итогу Так ты не готов Еще Я готов Здравствуйте Вадим Вас беспокоит Компания Шучу Никто тебя не спокоит Кому-то нахуй Нужно И тут Твич замер Батю разбанили Ставки на спор Тоже банили Тоже 1xbet Запретили А почему Запретили Именно 1xbet Но при этом Другие БК Красуются На футболках Некоторых футбольных Команд Или являются Официальными Спонсорами Как думаешь Связано это с тем Что 1xbet Это БК Или может быть 1xbet Это немножко Еще больше Чем БК Вот как ты думаешь С чем это связано Видимо теперь Водя психически здоров По версии Твича Я просто сижу Какаю У меня телефон Зарывает Че за фигня Я не понял Ничего Нихуйна посрал У меня телефон Не работает Тебя звонят Я не могу Кстати да Я согласен Я реально видел Короче Один создатель 1xbet Умер Причем Я охуел Как С одной стороны Короче Рассказываю Увидел новость Только сегодня Мужик Который разыскивается Получается В международном розыске Находится Поехал в Швейцарию На чекап Проверить свое состояние Типа вообще В каком состоянии Он находится В каком его тело И короче Какая-то Смазка Или мазь Которую накидывают При МРТ Она вызвала у него Аллергическую реакцию И он умер То есть Чел Пошел Проверяться На болезни И из-за этого Умер Нахуй Вы вообще Понимаете Блять А я Кроме шуток Хотел сходить На чекап Недавно Такое Ну Блять Все-таки 28 лет Надо проверяться Чтобы за своим здоровьем Следить Теперь у меня Прям фобия Появилась Умереть Умереть От болезни Во время проверки На болезни Блять Это пиздец Пиздец У меня Просто Я еще Просто Какал Я Ну Ничего Агрессивного Не делал Ну Че Ты Рад Я Не знаю Че Третьего Понял Много А не мог Он инсценировать Смерть Чтобы Не раз Кстати А ты Нехеровую Теорию Вкинул На самом Те Деле Если Так Рассуждать Возможно Возможно Потому Что Че Причина Смерти Максимально Тупая Нет Да Возможно Форт-мажорная Ситуация Но А почему Бо И нет А почему Бо И нет Как Это Вообще Что Это Творится Вообще До Трече Вадя С разбаном Ты Лучше Я А что Лучше Умереть Пока Ты Об этом Не знаешь Или Когда Ты Знаешь Что Умрешь И Знаешь Что Скажу Мужик Когда Мы Живы Смерти Нет А Когда Смерть Пришла Нас Уже Нет Поэтому Поебать Наслаждайся Жизнью Понял Бро Не Понял Сегодня Внезапный Дэпчик Четыре Миллиона Будет Или Нет Так Все Макс Вы Понимаешь Мы Играем Моды Майнкрафта И Разбанивают Всех Каждый Убитый Босс Это Разбан Надо Подготовиться К Разбану Я Не Знаю Почему Думаю Буду Записывать Идеи Вот Все Идеи На Стримы Я Не Знаю Почему Как будто Было Какое-то Чувство Что Меня Разбанят На Следующий День Разбанивает Ванька Строго Остался Только Рома Вы Кстати Видели Я Короче Только Вчера Узнал Что Вилон Какой-то Челлендж Запустил Я Просто Про Это Не Ебал Я Заметил Что Все Играют В Only Up И Мне Говорили На Деньги Нужно Выиграть Какие-то Сапки Я Думаю Наверное Создатель Бабки Раздает Потом Я Узнал Что Вилон Запустил Какой-то Конкурс На Спидран И Кто Наберет Лучше Всех Спидран Он Типа Заплатит Бабки Но По крайней мере Мне вчера Дрэк Это Объяснил И Я Такой Сижу Думаю Охуеть Круто Придумал А потом Я Иду Около Заброшки И думаю Было бы Прикольно Если Кто-то Сделал On Ляп В реальной Жизни То И Знаешь Чисто По Заброшке Полазать И Просто Во Время Эфира Чуваки А Ладно Успешно Долезаю До верха Конечно же Еще не Происходит Мне Проделись Интересно Кстати Говоря Мне Кто-нибудь Заплатит Деньги За Спидран На руле Вот Правда Я Единственный Человек Который На руле Проходил Ебучий Он Ляп Слушай А что Если Я Багом Пройду Он Ляп На руле Мне Дадут Деньги Там Можно Багом Пройти За Полтора Минуты Просто До финиша Не заплатят На руле Надо попробовать Сегодня Я просто Багом Пройду На руле Ну я по факту Не подожди По факту Я на руле Пройду По факту Надо так Сделать Интересно Насмотрим ролик Пойдем на руле Проходить Даже что Сделает Твич По его Разбану В двадцать Первом Году Уже был Чел Выигравший Суд У Твича Кстати Он все еще В пермаче А ну Ебаный Давайте Сюда Бам Бля Второй Бам Симпл Я тебя люблю Нахуй Пошел Этот Баг Пофиксили Блядь И список Казино Стримеров Не заставит Себя ждать Тогда не прохожу Мизулина Дропнула Уже Четвертый Список Казино Дропнула Нихуя На рэпер Что ли Стримеров На рандомную Блокировку РКН В июне Почему Рандомную Потому что Рандомную Вот список Всех Стримеров По казино И не только Стримеров С телеграммами Самое забавное Что со списком Опять обосрались Список Подготовлен С кучей ошибок Такой Ебать Я забыл Что засунули Вообще всех Там даже Стримеры Которых там 9 тысяч Подписчиков 14 И самый Рафан Ебал Что там Сергей Адамсон Который Рекламировал Знаете Что на Сука Онлайн Вы Сейчас Охуеете 15 15 Сука Вообще Понимаете Он оказался В списке Мизулиной С рекламой GTX На 15 Онлайна Не тысяч Просто 15 Ему наверное Рублей 200 Заплатили За стрим Или 100 И он оказался В списке Вот этом Вы чувствуете Что все делается На скорую руку Как ребят Теперь вы чувствуете Что вы находитесь Ну В безопасности Когда забанили Такого Скамщика Как Адамсон Который На 15 Онлайна Стримит GTX Ушкольникам 7 лет После такого Серьезность Слов Лиги Безопасного Интернета Теряется Та ж как-то И не Интересно Также Категории Виртуал Казино Стало Недоступно Для трансляции На территории России Короче Че придумал Для рекламы Казино Забирайте фишку Пока Не пофиксили Заходишь Виар И получается Всякие Казино Сайты Делают Виар Казино И ты как-бы Играешь Виар Геймс Плюс Демос Но на самом деле Играешь Казик Поняли Ты в игре На самом деле Нет Стутно В других Странах Где это Разрешено Спустя Сутки Наши Казиношники Перебежали В похожую Категорию Ааа Реально Все Перенеслись Опять же Стремить До сноса И первого Перманентного Бана Тркн Хотя Бля Я знаете Что я сейчас Понял Что если Наверное Я буду Вот играть В Соника Мне Пермач Дадут Вот за этот Уровень Просто чекайте Следующий список Безопасного Интернета И там Скриншот Где я Вот играю В Казик Вот так Бля Ребят А без Руфлов Можете Короче Сделать Скриншот И отправите Эту хуйню Типа Как я Играю Вот здесь Ща Вот ща Скриньте 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 Просто Скриньте Пацаны Бля Вот это Пиздец Генеральный Директор Твича Дэн Клэнси Не против Казино На площадке Он против Неконтролируемых И подкрученных Сайтов Без нужных Лицензий Это чё Витуберша То что Расло Все как груди Баш Ну хуй знает Стул я точно Подниму Блядь От груди Ну прям Сто процентов Смотри Чекай Блядь Сука Чтобы вытереть Сука У меня салфетки Есть? Чёрт Нихуя нет Пойду мыть Это же масло Да? Ребят Это масло Засовка Или шо это? Ой Бля Кто написал У того АфК мать Ой Кто написал АфК Блядь Сука Все перепутал Опять Ну вы поняли Короче Что это знает Я просто Перебуду Потому что Именно из-за них Поднялась Шумиха Среди Сообщества Твича Также отметил Чтобы органы Контролировали Такие сайты Но у нас Все равно Казино Официально Запрещено Так что РКН Будет давить Казиношников До последнего Пока Готовится Ладно Это неплохо Блядь Хочу А я хочу Над фичком Поехать в Париж Хотя Нахуй Не хочу Ехать Над фичком В Париж Я просто Недавно Видел Короче Видосик Один Охуевший В этом Как называть Ебать там Струя В смысле Блядь Так это я Не писал Это Ты че Господи Короче Я недавно Смотрел Видосик И там Какой-то Чел В Париже Ограбил Получается Бабушку И Девочку Маленькую 12-летнюю Причем Девочку Маленькую Он просто Вот так Нахуй Откинул Блядь Просто От себя Как какой-то Камень Поняли Бутылку Это Вообще Пиздец В Париже Ну Это Как бы Если Шо Вот Не хочу Ехать Туда Поняли Конкурент Твича Дразнит Вип Пропуском На Кикон 2023 На билете Показано Что пройдет Мероприятие В Лас-Вегасе Там же Где Осенний Твич Кон А дата Будет Конец Подтверждают Этой информации Но пост В Твиттер Кто-то Сделал Также Кик продолжает Провоцировать Твич Пикчами Сделанными Нейросетью В честь Пяти миллионов Аккаунтов Стрима Элемент Сдропнул Месячный Отчет Где Рост Площадки За 4 месяца Более Четырехсот Процентов Как по онлайну Так и по категориям И стримерам Но не будем Забывать Что Кик Как обычно Завышают Свои показатели Напомню Что не так давно Была замечена Накрупка Щельщика Зрители От самих Создателей Кик Видео И статьи Авторы Почистили МБ Заплатили По котлете Но 40 зрителей И пустой чат На первом стриме Ниоткуда Что-то о себе Говорили Да у нас Дохуя И таких Стримеров Весь в СНГ Которых Тысяча онлайна Нахуй У них чат Вот Вот Идет Знаете Вот просто Это вообще Рофл Учила Тысяча онлайна Бля Чуваки Видели как у меня чат Двигается Нахуй У меня как только Сейчас от онлайна Там прыгает У меня сразу чат Двигается Нахуй Как у многих Которых Полторы Тысяча Вы че Рофлите Как только Страничка Загрузилась Я все понял Один роз Забаненный На твич Пермачем До сих пор Пытается Вкидывать Инфу Про контракты От кик Для топ Стримеров Твича Где ты душный Ой бля Иди нахуй Я не душный Понял Сука Миллионов Долларов Стоп Это Кап Это Кап На Моя Сол На Моя Сол Это Кап Что Он Говорит Бля Я не понимаю Английский Цепь На Ахуй ты Бля Вставил Это Аня Кая Спит Занонс Или Своё Совместное Шоу На Рампл Очень Похоже На Скрещивание Ютуб И Рутюб Видимо Заплатили Немало Знаю Какой Контент Они Могут Выдать Поодиночке А тут Вдвоём Ебать Я кстати Бы засал С огнемётом Так стоять Правда Вот у себя В комнате Точно Потому что Просто На ковёр Упадёт Что-нибудь И пизда Главное Что Кик Показывает Зубы И дразнит Твич Это Что Такое Это Официальная Презентация Эппл Если Что Вот Это Что Такое Что За Логотип Вид Кик Да И Почти Всё Площадки Используют Сервис Амазона Во-первых Амазон Сейчас Неплохо Так Поимеет Бабок С Кик Во-вторых Никто Из Перечисленных Не прошёл Ту самую Дорогу До Монополиста Как Твич Обиженные Оскорбленные Отмены В твиттере Ряд Дети Блокировки Айпи Недовольная Аудитория И многое Другое Это Ещё Предстоит Пройти Кик Выживет Ну Посмотрим Но На самом деле Учитывая Сколько Небабок Тратит Есть Шансы Есть Шансы Которая Сейчас Работает Себе В Огромный Минус И Будет Ли Работать В Плюс С Такими Предложениями Никто Не Ну Хуй Знает Подтекается Ну Хорошо Давайте Вспомним Найки Которые Они Только Появились Знаете Что Найк В своё Время Считался Куском Говна Для Очень Узкой Аудитории Найк Одна Из самых Популярных Франшиз Спортивных Одежда И Обуви В мире Она Считалась Хуйней Ебучей Ну Правда Хуйней Людям Предлагали Вначале Некоторым Получается Там Баскетболистам Типа Мэджиску Тому Самому Давай Типа Процент Получается От компании Типа Им давать А он Такой Да ну Нахуй Подписал Контракт По моему С Пумой Или с кем Я не помню По моему С Пумой Он подписал Я точно Не помню Вроде Пума Вроде Пума Чел Проебал Сколько Там Денег Подписав Контракт С Пумой Просто Пиздец Так что Нет Я Типа Я не уверен Возможно Кик реально Окажется Платформой Которую Выбит Твич Возможен Отрицать Того Что Есть Шанс Никто Не Будет То Что Это Сложно Это Уже Другой Вопрос Но Вова Так Не Говорил Он Говорит Типа Это Невозможно То Есть Полное Отрицание То Что Это Сложно Согласен Но Есть Шанс Шанс Есть Всегда Перспектива Закончится Там Когда Очень Много Людей Там Будет Стримить Ее Дефать Будет Очень Сложно Потому Что На Бэках Стоит Казино Так Что Сначала Задумайтесь Прежде Чем Громко Заявлять О Переходе Как Бы Потом На Твиче Такая Же Хуйня На Сам Деле Пока Просто Твич Не Выебали В очко Так Что Это Вообще Не Аргумент Не Обосраться Остаться С нулем На Щечике На Мой Взгляд Чисто Половина Популярного СНГ Твича По Сути Ше Стримила Казино Так Или Иначе Разве Нет Да Блять Это Же Правда Сложнее Назвать Людей Которые Не Стримили Казино На СНГ Твиче Вот Если Брать Именно СНГ Чем На Тех Кто Стримил Особенно Если Брать Популярных Ну Вот Самый Топ Казино Допустим Самый Топ Онлайн Чисто Можно Даже Посмотреть Самый Топ Онлайн И Посмотреть Кто Из Твич Трекер Можно По языку Как-то Сортировать Я просто Не знаю Как Этим Пользоваться Можно Наверное Как-то По языку Блять Как-то Можно Же Ченнел А вот Да Рашин И Допустим Эверейдж Стримил Стримил Никс Хуй Знает Честно Говоря Вроде Стримил Стримил Тоже Хуй Знает По-моему Да НС Хуй Знает Это Просто Про Игрок Стрей Хуй Знает Не Стримил Стримил Не Ну Получается 50 на 50 Блять Я сейчас По-моему Что 50 на 50 На самом-то Деле Типа Половина Да Половина Нет Лига Безопасного Интернета Повторно Обращается В Роскомнадзоры За бездействие Ютуба По блокировке Запрещенных Сайтов А именно Блогеров С пропагандой В том числе И Петрова Чуть позже А ты стримил Хоть раз Хоть раз Ну блять Хоть раз Было Драгонмани Помню Ну и Гатекс Блять С Гатексом Это вообще Пиздец Это самая Тупая реклама Казино Которая Блять Была в мире Короче Ну не совсем Казино Это просто Сайт Моментальных Игр Но не суть Все равно Типичного Казино Нет Короче Блять Кто не знает Гатекс Получается Приходит Такой Говорит Давай рекламировать Я такой Еще давным-давно Когда там Онлайн был Еще поменьше Я такой Запустил Получается Начинаю играть Смотрю У меня просто Бабки вообще Не уменьшаются Я сижу Такой А я же Долбоеб Ебаный Ну то есть Я не могу Подыграть В реальном Времени Я начинаю Просто эту хуйню Видеть И я такой Блять Чуваки Вы только Взгляните Сайт Вообще Не забирает Бабки И я просто Нон-стопом Нажимаю кнопку Охуеть Пацаны У меня Уже Миллион Рублей Как это У меня Получается Охуеть Блять У меня Ощущение Что Даже люди Которые сидели На ДКТКСе Просто удалили Его после Этой рекламы Надзор Внес Твич Дзен и Рутюб В реестр социальных сетей Теперь эти площадки Должны сами Блокировать И находить Запрещенный контент На своих сайтах Короче Перекинули Весь свой Груз на плечи Площадок На законном уровне Твичу Понятное дело По боку А вот Ютуб Блокировать Из-за прыща Петрова Такое себе Европейская Компания Анонсировала Стримы с Марса На расстоянии В 3 миллионов Что У них там Подожди Хочет сказать Что На Марсе У них Ловит инет А у меня Сука Блядь В городе Когда я просто РЛА делаю Нет Какого хуя Самый первый Стрим с этой планеты Запустился 2 июня Ну с ДР Марсиани А чё Там какой-то Контент был Там не знаю Они контейнеры Пооткрывали И чё было Кутинг Самый главный Зашквар Твичу За последние 5 лет Резкое Ужесточение Правил рекламы Ну хотя бы Уведомления Кинули Стримером Запретили Буквально Все Да Потом резко Такие Ну мы Если что Короче Их Немножко Перепишем Потому что Вы чё-то Походу Их не поняли А ну ладно Мы их не поняли Говорят Ну да Вы их не поняли Поэтому их Перепишем Мы если что Не даём задние Мы просто Их Сделаем Более Понятными А то Вы не поняли Их Правильно Ну да Хорошо Мы не поняли Их Всё ребята Так что Не переживайте Мы их Переделаем Ну кстати Рафлан Ебалами Люди бы зачастую Ну многие ушли бы Нахуй Из твича Будь это реклама Ну будь это хуйня Правда Если бы её реально вели Потому что Ладно Я то посрать Я на ютубе выживаю У меня Вот сейчас получается Стоит донатов Это блять Единственная вообще реклама Которая у меня пришла Наверное за последний год Вот без шуток И то это мой кент Ну то есть Это брак озера Мои кенты Пришли взять у меня же Поняли То есть Не было бы кентов Не было бы рекламы Как бы Поэтому я то продолжил бы А вот те люди Которые Живут за счёт твича У которых нет Других источников дохода Нахуй им сидеть здесь Если они не пойдут Просто на другую платформу Они даже по сути Ну условно Там не знаю Яндекс лавку Не смогут рекламировать Понимаете Броу У тебя хейтрет От Мазелова Блядь Блядь Чё не продолжается Так Стримерам запишено Оставлять эти рекламы Напрямую в своей трансляции А чё за Так правильно Ты ценник четырёхкратный делаешь Сам говорил Что это поэтому Нет рекламы Ну да А чё так не надо Ну это же твич Блядь Платформа Я на твиче по сути Хобби занимаюсь Просто стримлю по кайфу Разве нет Тушка началась Твич вдруг резко осознал Что никто с твичом не работает Все работают с брендами Они такие Ах ты нихуя себе Денег хотят Короче Всё понятно Ждём Когда какой-нибудь Экскьюси На два миллиона зрителей Или испанец Какой-нибудь С баннером Скажет Рот я ваш И ухожу отсюда Вот тогда В принципе Это всё перепишет Вот так кстати Произошло Есть у остальных Стримеров И началось После этого Пошёл массовый Лифт с площадки Как стримеры Так и крупные Компании по типу Турниров По доте и каэс Даже амбассадоры Твичи не успели Открутить Свои огромные баннеры О смотрите Будущие стримеры На кике Так необычно Так необычно И круто Почему он просто Не переведёт Это Зачем этот текстик Мы перейду На другую платформу Не эксклюзивную Всё это время Надеюсь Менеджера по рекламе Уже уводят Уже буду читать сам Через несколько дней Твич прогибается Под стримеров Изменяет ограничения По рекламе Как я уже говорил Мы выпустили новую политику Брендированного контента И мы получили много Негативных отзывов В итоге мы облажались Это на нашей совести Я прошу прощения за это Тяжело? Ну вот и все Многие разжали булки Добились своего Но не так То всё просто Твич откатил запреты Для стримеров Насчёт компаний Которые встраивали Свою рекламу По типу Гетстрима Стрим элемент Сайлеплифе С ними Твич Не хочет давно Делиться бабками Ограничения В основном Были сделаны для них Мы ошиблись в политике Так что это не значит Что проблема в том Что она была неправильной И столкована Она была столкована Гораздо шире Чем предполагалось Контексте рекламы Мы были предельно ясны Наша проблема Звучала в том Что мы там написали Я думаю было очень разумно Что люди интерпретировали так Но мы полностью Вы пропустили отметку Это наша вина Я прошу прощения за это А то что Твич Впервые прогнулся Под стримеров Уже что-то договорит Всё так и чувствует Конкуренцию Особенно когда Кик хвастается Огромной статистикой В день когда Твич Так обосрался Всем привет Я случайно раздал Все деньги Твич стримерам И теперь я бездомный Кстати Охуенно Интеграция И банера Которая Просто знаю Мистер Биста обожаю Сука Просто обожаю В стриме Всё равно Обязательно указывать Этот пункт Оставили нетронутым Я по Бля Это имба Это имба Я знаю её А мне пофиг А мне пофиг А мне Пуфиг Отвич обсирается Тестероя правила Кик постепенно Выкупает Топ стримеров И вот оно Самый известный Стример в мире XQC подписывает Контракт с Кик Неэксклюзивный Контракт Всего лишь На 100 миллионов Долларов За два года Сотрудничества Блядь Кик Подпишите меня Нахуй Ну Сколько меня вообще Можно подписать Я даже не знаю Надо подумать Подожди Блядь Ну вот ок Хорошо Сколько меня можно подписать Чисто вопрос Ой блядь Сдите нахуй Своим нулём Не обязательно ноль Я должен платить Что перейти на Кик Вы издеваетесь Так Я думаю Ну в принципе В принципе В принципе Я за Ммм И вот Столько в рублях За 8 миллионов Рублей готов А? Шо нормально? Схуяли нет Блядь Схуяли нет Нормальная цена? На два года? Нет Блядь На месяц? Я чё Долбоём С твича уходить? За месяц 8 миллионов Хотят продлевайте А чё там Посижу на Кике Анимешки Посмотрю там Ну как раз Досмотрю этого One Piece А то я скипнул его После этой арки С мамой Наруто Можно пересмотреть Чисто месяцок Аниме Месяц Аниме За 8 миллионов Рублей Чё нормальная тема Не? По-моему Выгодно Ребят Подумайте Если что Я готов Ты скипнул One Piece Но против После арки с мамой Да Деньги у Кика Бесконечные Но лучше бы Вложились в сервера Потому что В первый стрим Площадка Просто не выдержала Такого онлайна А чуть позже Появились нюансы Насчёт запрещенного Контента И авторского права Сам Твич не подаёт Виду Что переживает За сделку Феликса Но другие стримеры Уже начали Сомневаться В Твиче Амарант И Ниндзя Тоже перешли На неэксклюзивный Контракт С Кик А контент Ничуть не изменился Шары Новый кат И бассейн На фоне Тут же ещё появился Илон Маск Узнав про нововведение Твича Заявив Что создаст аналог Твич На базе Твиттера Будет сделана Площадка Для стриминга Или всё таки На базе Икса После ребрендинга Я уже запутался В его вкидах Твич Платформы В Твиттере А зачем Маркировки О встроенной рекламе Твичу Стало мало И они добавили Ещё одни метки Для вашего контента Это такая Хуйня Бессмысленная Сделали они Эти маркировки Якобы для защиты Зрителей От нежелательного И вредного Контента Только проблема В том То что Любой контент На Твиче Так или иначе Вреден То есть Найти Человека Который Не предъявляет Вредного Контента На Твиче Ну просто Невозможно Блять Правда Там маркировку Надо всем Давать Сейчас Блять Ну давайте Как раз Вернёмся На Твич Трекер И просто Посмотрим Ну На российские каналы Российские Блять Чуть другое Слово не сказал Вот Кто Кого Парагон Дота Ну это Наверное Блять Площадка Не Кстати На самом деле Парагон Я бы тоже Поставил метку Там иногда Какие-то Возможно Моменты Проявляются Интересное Время стрима Поэтому По метку Надо ставить Какую-то Точно По метку 100% По метку 100% По метку Этот вообще Надо рассказывать Про дрочку Этого Блять Вообще Там у него Банворды Точно По метку Надо ставить Тоже По метку По метку По метку По метку Ну так Ну да Вот я про это же говорю По метку 100% Вот это нормальный Стример Кстати Вообще Ну не горит Ничего У него Никого хейт Контента Вообще Ничего нет По метку По метку Вы суть поняли Блять У всех Зачем Нужна По метку Если она будет У всех Если она есть У всех То ее нет Ни у кого Понимаете Причем эти метки Обязательные И неправильная Маркировка Контента Приведет К предупреждениям А если накопите Предупреждение Метки останутся С вами На долгое время Теперь свой контент Нужно маркировать По этим пунктам Употребление Табака И опьянения Азартные игры Казино Игры для взрослых Но у нас Почему-то Галочка Недоступна Употребление Матов И выражений Тема 18 Плюс Изображение Насилий Вот такие Вот темки Настя Подожди Изображение Насилия Это допустим Стоп Стоп Блять А что Если допустим Ты занимаешься Политикой Ну Политические Стримы Делаешь И показываешь Кадры Из боевых Действий Вот Со всей Все 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 Со всем Пиздецом Ну У тебя Есть Эта Галочка То Можно Получается А если Это Можно Будет То По этой Логике Как бы Должны Должны Жору Разбанить Потому Что Его Забанили По этой Причине То Что Появляется Галочка Это Говорит Нам То Что Твич Типа Разрешает Это Блять Короче Это Попахивает Нахму Новыми Ебанными Правилами Которые На которые Опять Всем Будет Похуй И только Твич Будет Знать Когда Это Правило Работает А когда Нет Правильно Правильно Половина Из меток Вообще Запрещены Правилами Твича А остальные Метки Появятся У зрителя На экране Один раз И после Подтверждения Больше Не появится Как это Было С 18 И плюс Контентом Ранее Скорее Всего Новый Бунт Ожидается Всем Стримерам Очень Советую Прочитать Я вообще Хочу Чтоб Только Одного Человека Разбанили На Твиче Это Папич На всех Остальных Честно говоря Мне Немножко Похуй Ну Типа Без обид Вот Только Папич Хочу Чтоб Разбанили Даже Валакса Нет Пизжу Папич И Серегу Пирата Двух Людей Которых Хотя Валакас Можно Пожалуй Три Валакас Серега Пират И Павич Вот Три Человека Которых Хотел Разбанить Остальных Поебать Сори Вот Это Реально Я бы Хотел Чтоб Разбанили Почему Потому Что Ну На Ютубе Смотреть Стримы Это Просто Невозможно Ну Это Просто Невозможно Это Просто Сайт Не приспособен Для этого Ну Он Для Просмотра Видео Блять То есть Вот Нарезки Блять С Папичем Блять С Серегой Пиратом Нахуй Более Смотребельные Чем стримы Потому Что Просто Стримы Не найдешь Никогда То есть Если Ты На них Не Подпишешься Не Определенный Раздел С подписками Не будешь Подписан На все Уведомления Короче Это Прям Ну Выглядит Как Нахуй Очень Неудобно На мой Взгляд По ссылке В описании Чтобы быть Готовым Предупрежден Значит Вооружен Ну Или Забанен Так Серега Натрова Стримы Блять Ебать Вот Почему Нахуй Я его Стримы Найти Не могу Бра Твитчик Ну Ну А Блять А че Это Отменяет Видите По Ебанской Платформе Для Стрима Даже На Ютубе Не Может Подрубить Экспериментирует С подсказками На Экране Что Облегчит Зрителям Участвовать В голосованиях Или Опросах На Трансляции Даже С закрытым Чатом Ну А Если Вы Не Любите Писать В чате А Только Смотреть Подсказку Можно Выключить Еще Один Эксперимент С дизайном И Взаимодействием Твич Переключатель Каналов И Клипов Открывается В один Клип И Дает Не Строго Я Очень Сильно Угорал Короче В один Момент Помните Когда Предварительный Просмотр Стрима В виде Карусели Без Начала Рекламы На Клипах Такая Же Тема Также Эту Фишку Можно Выключить Пока Непривычно Но Скролить Стримы И Клипы Очень Удобно Тут Респект Ну И Гу Стар Твич До сих Пор Топит В свою Фишку Аналога Дискорда Выпустили Нес Но Он Неудобный Блять Понимаешь В чем Всех Стримеров Кто В гостях На Трансляции Автоматическое Добавление Гостей С помощью Переключателя Ну И Чтобы Совсем Протопить В свой Инструмент Добавили Яркую Фиолетовую Плашку Категории Стрима Лучше Бы Так Топили С Выплатами В СНГ Твич Добавил Кнопку Твич Не Пожалуй Единственный Плюс Этого Гусара В том Заключается Что Эта Картинка Пиздата Именно Вебки Это Единственный Плюс Единственный Плюс Но Это Опять же Вопрос Дискорду Почему У них Там Так Настолько Сильно Калит Битрейт При запуске Вебки Вот Это Вопрос Именно К Дискорду В остальном Гусар Хуйня Штурбу В верхнюю Панель Сайта Теперь Ее Наконец То Легче Найти А Также Повысила Цены На стоимость Этой Подписки Старая Цена Будет Действовать До 31 Августа Хотя В России Уже Поменяли На новую Цену Вот Общий Список Изменения Цен В разных Странах А зачем Вообще В России Меняют Ценник Ну то есть Блять Просто То есть Мы вам Деньги Стримеры Если что Не дадим Но если Хотите Дать нам Деньги То мы Не против Я не понял Типа Рофла А че Это За хуйня И полетело Говно По трубам Появилось Очень много Недовольных Пользователей Ведь Твич Поднял Цену Я говорю Ребята То есть Спасибо Конечно Чувакам Которые Сапки Покупают Подписываются Но Серьезно Забейте Хуй На это Не тратьте Бабки То есть Если Вам Просто Не западло Окей Как бы Я с этого Ничего Не получаю Но Смысл От этого Потому что Есть МТВ То есть По факту Понимаете Сама Не опновлялась На протяжении Долгого Времени Твич Поставил Ограничение На количество Всяких Смайликов Что произошло Появилось СМТВ И другие Программы Дополнительные Которые Добавляли Какие-то Кастомные Смайлики И теперь Есть огромное Количество Анимированных Каких-то Пиздатых Больших И просто Мемных Блять Ебучих Смайликов Которые Добавляет Сама Аудитория При этом Твич Потом увидел Это И такие А давайте Мы тоже Добавим Анимированные И прикол В том Что Твич Не успевает За обновлениями Комьюнити Потому что Они старые Пердуны Долбоебы Ебучие Которые Сами Пытаются Заработать На своей платформе И не понимают Почему это Не работает Просто Они сами Не понимают Этого Вот Единственное За что Спасибо Твичу Это за Сачат Естественно Он охуенный Блять Правда За дизайн В целом И просто Ну Стилистику Сайта Все За остальное Я не знаю Просто что сказать Спасибо За уебанские Сервера Да в жизни Не скажу Всем рекомендаций Говна Ебанова Блять Категории Ну слава богу Они выглядят Ну относительно Неплохо Правда Все остальное Это если что Не оскорбление Это Критическая оценка Если что Правда Ну типа Зачем нужна Сапка Вот хорошо Кто мне скажет Вот допустим Сейчас Зачем Нужна Сапка На Твиче Зачем Нужна подписываться Плата на стримера Кроме того Чтоб вас был Воебон какой-то Ради бана Что Ради стикеров С МТВ Вы получаете Миллиард раз больше И это бесплатно Абсолютно Вот да Чтобы было Чтобы было Правильно ты говоришь Просто Чтобы было Чисто По Парофлу Типа Почему бы Нет Чтобы Повъебываться Перед другими Наверное Все Вот Я других приколях Не вижу Потому что Ну это даже Не поддержка Стримера Ибо Ну стример Ничего не получится Этого Вообще Не рубля Так что Вот Так что Вот Поэтому Сапка Как таковая Она себя дискредитировала Они еще Ценники Там что-то Меняют Ебаный в рот Ну я просто Не понимаю Мне кажется Человек Который Географически Находится На территории России Сейчас просто Садут Смотрят На эту хуйню Пиздец Ебать Вот короче До войны Получается Люди же Пиздец Подписывались Начали подписываться На стримеров Особенно Когда ценник Упал До разумных 100 рублей Все такие Ебаный в рот А теперь можно Подписаться Даже просто По приколу Да Потом Семь ТВ Начала развиваться Забанилась Получается Тема С подписками Там сейчас Только по Киве Доступно Картами нельзя И сейчас Вот Сейчас Просто вопрос Если Вот Неожиданно Возвращается Возможность Подписываться Через карту Даже те люди Наверное Которые когда-то Подписывались Они подумают А нахуе Мне это делать Ну правда Ради смайликов Семь ТВ Есть Ради выделения В чате Опять же Есть другие варианты Как можно Себя выделить Нахуе Мне это Только ради Поддержки Ну у тебя Блять Стримеры Не получают Ни рубля Так смысл Вот и все Без добавления Новых функций У некоторых Цена даже выше Заявленной А за 313 12 рублей Очень даже Хорошая цена Чтобы убрать Рекламу Совсем Сапка дает Больше баллов Многим Это нужно Ну Чисто баллами Повъебываться Хз У меня просто Балл ничего не делают Поэтому Чисто Парофить Наверное Тех каналов Где-то возможно Отраляет Согласен Нять Светник Неймана Какой Захочешь И халявных Значек Но у нас Рекламы И так Нет Так что Кайфуем Без турба Гугл открыл Доступ К инструменту Для захвата Движений Мимики Лица Через Обычную Веб-камеру Аниме Стримеры Витюберы Наверное Сейчас Писают Кипятком От счастья Ой Какие пиздаты Гугл Открыли Новую систему По Захвату Лиц Витюбер Очень классно Тем временем Ёбаные Это обновление Есть у Эпик Геймс В Unreal Engine 5 Вышло Которое Вообще Идеально Нахуй Передает Твою мимику Просто Идеальнейшая Твич обновил Страницу Оповещения То есть Там даже Вот это Движение Брови Передастся Поняли Нахуя Этот гугл Это же Другая штука Правильно Я же не спутал По моему Это вообще Другая штука То что показали Просто в Unreal Engine Это вообще Фантастическая Херня Это Ну В плане Захвата движений Захвата лиц Это просто Фантастика Правда Сделав Все максимально Простым и понятным При заходе В оповещение Сразу Пикните Подсказку Если у вас Меньше 12 IQ Главное Не забудьте Врубить его В фильтрах Чтобы управлять Во время Стрима Встраивание Точно такое же Как и в Донейшен Alerts В одной ссылке Будут проигрываться Сразу все Виджеты Несколько Блоков Оповещений Чтобы не Переделывать Основные А сразу Переключаться На другие Оповещения Анимацию Рейда И собак Можно вывести Как на экран Вот это Правда Прикольно Вывести На целый Канал Вот это Крутая Штука Ты то есть Интегрируешь Не сам Стрим А страницу Стрима Вот это Пиздата Идея Вот это Пиздата Идея Ну или Ограничиться Чатом Сам же Зритель Может Выбрать Анимацию И звук Уведомления На экране При покупке Подписки Добавили Оригинальные И даже Свежие Анимации А еще Говорилку Прямо Как мой Голос Ладно 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 Я только что Пиздел Про подписки Вот если С такой Херней И добавить Какие-то Варианты Того Что они Могут Добавить Вот это Прикольно Вот это Прикольно В плане Интеграции Человека В стрим Возможно Это угарно 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 Макапони На стриме Нахуй Блядь Я тебя Год не Видел Брат Ёбаный В рот Легенда В чате Здорово Брат Здорово Брат Ну как Все Welcome Back Получается Или У тебя Сейчас Опять Учеба Или Как Ничего Себе Короче Очень Хорошо Проработали Взаимодействие С зрителем Кто Это О Садись Фродо Надо тебе Рассказать Что-то Что-то Легендарное Когда-то Были Они Крутой Чел Зомби Киллер Крутой Чел Крипер Киллер Или как там У них еще Я уже не помню Там прям Их столько Было Советую К Использованию Для Разнообразия Тут Респект Твич Саундтрек В скором Времени Планируют Закрыть Год Назад Так Топили За Эту Штуку Но В итоге Она Стала Никому Не Нужна Да И Сами Стримеры Иногда Ловили Динсия Нарушения При Использовании Хотя Она Была Сделана Как раз Наоборот Выкатили Замену Чтобы Не Расстраивать Оставшихся Пользователей А Ютуб Скоро Уберет Формат Старис Платформы Потому Что Многие Перешли На Шортс Больше Просмотров Активности Забавные Ситуации Да Нет Просто Сторис Как таковая Система Казалась Бесполезной Большинстве Своем То есть Очень Мало Людей Ей Пользовались Очень Мало А Шортс Это Вообще Другая История Вот И все Они Ну Попытались Я говорю Ютуб На самом То Деле Из Действительно Крутых Обновлений У них Только Шорт Зашел И С Этого Я Вах Потому Что Когда он Появлялся Я был Уверен В том Что Он Не Зайдет Честно Я Когда Увидел Думал Блядь Вы пытаетесь Сделать Тикток Но Это Не Зайдет И По Факту Ну Я До Сих Пор Не Понимаю Как Это Заходит Потому Что Активность Вроде На этих Роликах Ебейшая Но Я Не Понимаю Откуда Она Правда То Я Себе Представить Не Могу Что Люди Сидят На Ютубе Шортс И Просто Не Ставят Страничку Возможно Я Очень Я Не Понимаю Честно Скажу Но Она Есть Она Реально Ебейшая Активность Там И Получились Ну Я Старый Возможно Еще В 2016 Году Твич Сделал Своего Киллера От Блока Реклама Показывается В любом Случае До Сих Пор Ютуб Задумался Начал Тестировать Блокировку Блокировщиков Реклам И Вырубает Видос С С Оведомлением О Расширение Ну Ще Попается Так же Ютуб Прикольно 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 Только Я в России И мне Похуй У меня Так Реклама Не Показывается Будет Врубать Неотключаемую Тридцати Секундную Рекламу Бля Говорю Единственный Плюс Находиться В России Этот Плюс Находиться В России Ну Ладно Не единственный Ну Вот Один Из них То Что У тебя Просто Ну Нахуй Не Нужен Реклама Появляется Такой Бля Е Пиздец Нахуй Я Короче Говорю Я Недавно Забыл Вырубить ВПН На телефоне Захожу И у меня Реклама Я такой Типа Че Сука Что Это Что Это За Хуйня Я Не Видел Года Два Ебать Ты Откуда Взялась Март ТВ У нас Все Так же Реклама Отсутствует Поэтому Кайфуем Отдыхаем По Статистике Стрим Киберспорт Вырос По Просмотрам На 15 Процентов В 23 Году Неужели Надоел Мусорный Контент И Фильмы И Зрители Хотят Насладиться Качественной Игрой Ну Вообще Это Я думаю Связано С тем Что Подходит Эпоха Перемен У многих Видеоигр То есть Очевидно У Доты Подошла Эпоха Перемен Причем Очень Большая За последние Два Года У Доты Кс 2 В жанре Вот Получается Многопользовательских Сервисных Шутеров Так что Блять Просто Ну Попало Все Все Совпало А еще Совпало То Что Блять Все эти Перемены Именно Происходит Одной Компанией Вэлв Нет Обязательно Обязательно Я тебе говорю Прям Обязательно Вообще Лучше Если есть Желание Развивать Сразу Все вместе Потому что Тикток Тебе Все-таки Даст Возможность Переходов Каких-то Дополнительных В будущем Плюс Там есть Своя аудитория Которая На тебя Тоже Попишется Узнаваемость Какая-то Это конечно Сыграет Но Вообще Типа Да Да Для видео Ютуб Для стримов Я бы не сказал Что Кик Потому что На Кике Пока что Нет аудитории Которые Туда приходят Искать Стримеров Все равно Твич Блять Но Начинать На Твиче С нуля Я хуй Знаю Но я думаю Со мной Все согласятся Что на Твиче Начинать С нуля Это Гемор Лютый Там даже Шанс Того Что вам Зайдет Какой-нибудь Рандомный Стример Большой Типа С хайтрейдом Он колоссально Мал Просто Он супер Мал Ибо У вас Будет Один Там Два Зрителя Блять И Вы будете Где-то Вообще Пиздец На жопе Рекомендации Не рекомендации А странички Категории То есть Даже Наверное С стримами Лучше А там уже Как пойдет Ну если Ты хочешь Вообще Все платформы Ебашить Ну мне кажется Лучше так Но есть Обратная сторона Спорта Семи лет Не вы Киберспорт А на ютубе Думаешь Легче Да Прям вообще Без рофлов У меня знакомый Сделал видеоролик Про Дарк Соулс Просто Хороший видос У него там Он же сразу Набрал Двадцать тысяч Просмотров Ну не сразу Попутно Но он просто Делал большой ролик Про На двадцать минут Качественный Выложил Двадцать тысяч Потом начал дальше Делать У него тоже Там набирается Десять Прям с нулевого Канала Да у него там Была какая-то Аудитория со стримов Это блять Десять зрителей Ну что вы понимали Но Опнулся канал Жестко Вообще С нуля Ну блять Хуй знает Скинешь блять Зайдешь пару раз В комменты И кажешь Ребята Привет Там просто Напиши Просто комменты Где-нибудь Типа блять Ребята Зацените видос Там Все Там зайдут Дизлайки поставят Но все равно Устатка блять двинется Смена забронил Это скорее исключение Ну хуй знает Я делал по-моему Этот Левый канал Заливал туда Какую-то хуйню Он меня тоже набирал По тысячу просмотров Ролики Поэтому не Не-не Зависит от контента Если ты дальешь Какой-нибудь ебаный Летсплей по Майнкрафту Который нахуй Никому не нужен Ну да Вряд ли кто-то посмотрит Если ты с ними Большой видос Какой-то обзор Какой-то Ну действительно Контент Посмотреть То он Скорее всего Зайдет Правда Скорее всего Зайдет Вообще Я скажу вам по секрету Есть такой прикол Я общался с чуваками Которые делали Именно детский контент Я по-моему Вам еще рассказывал То есть всякие Туалеты Майнкрафт Вот эти мультики Ебаны Которые заходят На миллионы За рубежом Краски Если вы не знаете Большинство чуваков Которые делают Краски Вот эти ролики Это СНГшные челы Которые просто Выкупили фишку Они просто делают Такой контент И популяризируют Его Ну Приносят им дохуи Сейчас монетизации А просто Чуваки смотрят Кайфуют А они Вообще Сил никаких Не Прилагают А бабки идут В общем На пустых каналах Когда они создают Они просто выкладывают 20 подобных роликов И они говорят Что где-то на ролике 20 Если каждый день Выкладывать Канал начинает Пушиться И это происходит Вот так То есть Выкладываешь Выкладываешь Что-то там Немножко Пуш Немножко Немножко На 20 Он прям Бац И если все хорошо пойдет То и прошлые поднимутся И канал будет уже расти вверх Но он при этом может сдохнуть Как бы Эта хуйня может не сработать И они когда-то Это не срабатывает Они просто новые создают Ну это прям Это честно Это прям коммерция Это то есть Это уже не Блогин какой-то Это вот именно Бизнес Блять Это наверное Немножко не то Про что вы хотите Говорить Потому что Ну Я думаю Что чувак Вот который спрашивал Донать Он именно про Себя спрашивает Продвинуть А не чисто За денег заработать Ну как план Да есть такой Вариант Может показать Где ты записываешь Голос для роликов В аудишине просто Просто в аудишине А звук я никак не редактирую У меня просто Вот получается Стоят Стоят эти модули Все У меня ауди карточка Я уже их не редактирую Года полтора Наверное Просто за счет Вот этой карточки У меня голос Такой же собственно И на стримах И везде Единственное Что подача меняется Щетки Хотя видно Что опекуны Ответственные За стримеры Был всегда рядом Другой киберспортсмен Вообще лишился Своей карьеры Из-за токсичности Скорее всего Накидали репортов А знаете Кто еще лишился Своей карьеры Из-за токсичности Его звали Гид Кому досталось И еще одного Также забанили За странное Агрессивное поведение На стримах А еще один игрок Виталий Типов Валоранту Скончался в возрасте 20 лет Два года Боролся с депрессией И после поражения На турнире Появилась новость И пост в твиттере Все таки Не такая уж И легкая дорожка В киберспорт Как некоторые И себе представляли Ебать Полегче Гладиаторы стали победителями И СЛ мажора Не во второй раз подряд Команд Топ они же уже выигрывали А это же старые новости Да поперед 200к А есть что-то новое Баксов и 500 очков Там кстати Нави выиграли Мажор Видели? Ребят Я вам клянусь Реально видел Мажор выиграли Нави Ну и конечно Последний в истории Мажор по CS GO Чемпионом Бласта Стала команда Виталите Обыграв новичков Гимер Легион Со счетом 2-0 За лута 500к баксов Дюк Пристал Единственным игроком В истории CS GO Победивший 5 мажоров Зоник стал 5 мажоров Блять А вы тоже Мажеров Вы тоже выигрывали Мажеры Тренером Победившим Также 5 мажоров Кстати Финал мажора Комментировал Да, я тоже в ахуе Чтобы умочек Кикнули из Нави Там кстати еще Марьяна Рор осталась Блять С Ивангаем Это вообще пиздец Все пчелкин Осуществив свою мечту А следующий мажор Уже будет проходить В CS 2 Легендарный момент Выпадает нож Бриснался Закон об Он побрился Или слился Уголовный Он побрился Или слился Рифма Ответственности Для трэш-стримеров Был согласован Первое уголовное дело Уже полетело Теперь нацелились На Людмурика И Габзавра А дальше Следственный комитет Хочет уже Наказывать Донатеров Этих трэш-стримеров Уголовной ответственности Задонатил Сел в тюрьму Блять Так Я вообще в жизни Доносить никому Не буду больше Деньги А, эта запись Была фейк Блять Твич-контора Ну что за хуйня Опять фейки Вкидываешь А я тебе поверил Блять Старая новость Даже не знаю Что это фейки Пиздец Я вот сразу понял С чатом Что это фейк Я блять Сразу разбираюсь В таких новостях Братишкин Динаблина Ди Симон Стали спикерами На российском Интернет-форуме 23-го года Чтобы пояснить Задвижуху Твича И раскрыть Рекламные кейсы В стриминге Показать Я, я не знаю Вот эти всякие Собеседования Дискуссии Спикинги Это так странно Выглядит Когда ты приходишь Получается Вот так вот Садишься И тебе задают вопросы Ну ребята Давайте поговорим Про стриминг Вот представь Ситуация Там читаешь какая-то музыка А нет Там без музыки зачастую Там еще Там еще всегда Микрофон фонит Что пиздец То есть там голос Должен быть Знаете Как-то Вот сейчас я вам Примерно покажу Какой там звук должен быть Под настроем Вот только Во Вот так примерно Всем привет друзья Добро пожаловать На наше Общение Сегодня Сижу вот я И Мой Товарищ Мы сегодня Расскажем вам Что такое Стриминг Привет Я Да Я вот Обожаю Стримить В общем Я вижу Сидят люди Важные На экономическом Форуме Все в пиджачках Короче Я просыпаюсь Рано утром Чешу яйца И чисто Ну Очень важная Фишка Я иногда Стримлю Без штанов Смешно Да Я вижу Смейтесь Я Типа Главное Чтобы это на кадре Не было видно Ну Чтобы Потому что Потно бывает Иногда И катки И все 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 Я нажимаю Без Начинаю общаться Очень важен Коннект с аудиторией Вы понимаете Ребята Очень важен Коннект с аудиторией Блять Я с ним Говорю Допустим Кто это сделал Они пишут Я Этот Мем Придумал Я Я его Помню Как я его Придумал Как я его Придумал Как-то Я сидел Просто Вот Ну Кушал Макарончики С орешками Что-то Вот Я правильным Питанием Занимаюсь Там Уж Сами Понимаю Стриминг Сложная Работа И тут Я думаю Кто положил Орешки Я А что если Весь чат Будет писать Я Блять Ну это же реально Пиздец Вот так Наверное И выглядят Все вот эти Ебучие Блять Форумы Ооо Я из банки Нахуй Это пиздец Это реально Блять Ну это так Выглядит Утрировано Ну это Факт же Я просто Не понимаю Как на них Не кринжануть Хотя Если за деньги Туда идти То пиздато За деньги За деньги Пиздато Согласны Ну бесплатно Блять Это кринжовать Просто Я помню Когда я выступал На Дне России Я вообще Не знал Что мне говорить Вот говорю Я выступал На Дне России Года 3 назад 4 по-моему Мне говорят Блять Что делать Говорят Что День России Пиздато Я такой Хорошо сижу Ну ладно Сижу такой На сцене Просто кручусь Вот так на стульях Долбоеб И говорю Кстати говоря День России Ео Круто Блять Минус Реб выступить На Дне России Ну нихуя себе Блять Нихуя А если бы это был Не День России А День допустим Казахстана То был бы Плюс Реб Да И раскрыть рекламные Кейсы В стриминге Показать рекламным Компаниям Что Твич Тоже может Участие Конечно Не из дешевых Все крутые Твичи СНГ Наконец-то Замечен Но начался Срач Из-за постов Что риф Был создан При поддержке Минсиха Хотя это указано На самом сайте Кади просто Подметил Без подтекста Это его работа Проверять инфу А вот весь конфликт Развезла уже Аудитория Короче Опять не будем Крутить пропеллер Кому нужно Уже все Обсосал Обоих челиков Уважаю И очень рад Что именно Вову Пригласили туда Спикером Потому что Уверен Что он Никогда Не продаст Личное Мнение За деньги Также Алексей Пчелкин Тоже Выступил На питерском Международном Экономическом Форуме Где Пояснял Задвижуху Твича И что Это Такое Ну что Такое Пси Эйч Три Элки Я Я думаю Как это Буду Все читать Нахуй А не День Власти Шариться Если Был бы День Путина Естественно Я бы Туда За деньги Не пошел Многие Не знают Что Такое Твич А Твич Является Главной Площадкой Для Стриминга Да Мы Создаем Свои Площадки Но Блядь А прикинь Реально Будет День Путина Сука Я Час Подумал Ебать А Реально Блядь Я Просто Шизу Какую А мне На секунду Показалось Что Это Даже Не Мем Вдруг Это Не Мем Ладно Подожди Главное Чтобы Через Два Года Это Не Оказалось Правдой К сожалению Пока Есть Такой Монополист Как Твич Очень Сложно С ним Конкурировать Санек Пердич Наконец Дропнул Первые Выпуски Хозяйских Игр В Которых Вложил Почти Все Свои День Это Ну я скажу тебе Так Блядь Вот стану я Президентом Нахуй Посмотрим Как вы будете Плясать Блядь Все Я говорю В первый же День Сука Я вам Столько Блядь Изменений Сделаю Во-первых Я вот Эту Ебучий Ремонт Собянинский Нахуй Клазопарка Закрою Нахуй Блядь Чтобы он Ну просто Закончил И его Уже Во-вторых Во-вторых Я нахуй Сделаю Так Чтобы Вот все Губернаторы Короче Которые Были В других Городах Они Нахуй Пошли Нахуй Потому что Я таких Хуёбков Давно Не видел Правда Которые Просто Сидят Приходят Назначенные Такие Ебать Я в деревне Я знаю Думаю Вы видели Эту хуйню Что Сидят губернаторы И такие Блядь Я в какую-то Деревню Приехал Ебать Тут конечно Чуваки Пиздец Где я вообще Нахожусь И бабки Зарабатывают Я просто бы сказал Пошли Нахуй Отсюда И посадил бы Короче Чекайте Скорее всего Мазелова бы Я посадил В Санкт-Петербург Ну а чё Там Ксюха Нормально Дрейка Ну а Дреку Нахуй Где Пусть и в Екатеринбурге Подальше Нахуй С своей дуркой Тоху Посадим Куда-нибудь Ну блять Он любит Где холодно Нахуй Бля Нет Может я в Питер Поставить Не ладно В Краснодар Нормально Бля Там жарко Ему не нравится Жарко Ну а чё-нибудь придумаю Чё-нибудь придумаю А кого ещё можно посадить В тюрьму Допустим Если Кстати да Блять Можно этого Короче Очень важно Я Хесоса оправдаю Чтобы вообще Никаких проблем Не было Мог прийти И дам Не знаю Пусть Хесос Будет мэром А Иванова Пусть Блять Адаму Нахуй Самое дорогое Чтобы Ну Было желание Так Братишки Ну Адам А что отдать ему Сука Новокузнец Пусть забирает Чел Всё А Пусть Москвой Занимается Точняк Пусть Москвой Занимается В Москве Тоже должен быть Этот мэр Вот это всё Всё нормально Во И будет Всё охуенно Ребята Решится проблема Всё будет пиздато Единственная проблема Что я очень Дохуя в хойку Играю Очень много Очень много И Есть Некоторые Скажем так Нюансы Допустим Я тренируюсь Немножко И Ну Ну Я немножко Шалю Скажем так Иногда Но я вас Уверяю Уверяю Это будет Не сразу Потратил Ни пуха Ни пуха Ни пера Как говорится Потому что Шоу вас ждёт Очень страшно Ну кстати Я видел это Игры хозяев Это охуенно сделано Опасное Очень классно И хочу подметить Ни разу Они молодцы большие У китайцев Реально Слушивание То тебе диск дают Сам ДК Рассказал Что диск даёт Лейбл Так Подожди Смотри Очень важный вопрос Там диск на Никоглая Набрал Вообще До хуя Там на спотике Больше полумиллиона На ютубе миллион Но выкладывал Илюха сам от себя Получается Мне Илюха Должен платиновый диск Получается Так Сука Он же Не Всё Это платина Всё Илюха Я жду от тебя Платиновый диск Ну ты себе тоже Должен Сделать По сути Ну Только сам себе А Ну лейбл Должен написать На почту Но если Телеграм Напишет Нормально Местная Свету Бершами Дрогнула Своё Первое Музыкальное Выступление Это же Это же Воровство Это Кавер Выглядит Очень достойно Подожди Это достойно Но это Плагиат Это Кавер Блять Или это Плагиат А это Кавер Да ладно Я сейчас Охуел Выглядит Очень достойно Но вот Рисовка И 3D клип Сделан Человеком Да и сам Синтис Пенни Сделал Человек От нейронки Ничего И не осталось Нейромультик Спанчбаба Набирает Огромное Количество Зрителей На ютубе Где чат Летит Как у Топ Стримера С обсуждением И ожиданием Бредовых Шуток От героев Нейромультика Блять Смешно Блядь Бля Вообще Понял Я где я Переведу Вам Шуток Кап Героев Нейромультика Хэй Ты Хочешь Попробовать Анал Мастурбацию Вместе Что Это Такое Когда Тебя Мастурбируют Ванус Блядь, такая хуйня Секретный ингредиент Сперма Сперма? Что за хуйня? Короче, формят аудиторию из нарезок А недавно губка Боб вообще осознал Что он находится в симуляции Моментальный наувечек Надеюсь, решил ставить текст, кстати Я имею в виду, действительно ли мы живем своей жизнью Или мы просто живем компьютерной симуляцией Знаешь, как в Матрице, где мы просто живем в мире Сознанным компьютером Еще один чел придумал бесконечный нерастрим Иисуса К которому люди обращаются через чат Иисус, у меня есть друг, который сможет понять то, что ты говоришь Только если ты заменишь все константы на УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ В том случае, если ты больше говоришь, как итал американский концерт, то, пожалуйста, говорите после каждого третьего слова. Пиздец. Дайте мне пистолет, блядь. Не дай бог находит случится. Посмотрим, сколько этот протянет до бана. Яндекс и Сберни отстали от этой темы и добавили в своих помощников нейросетку. Алиса стала первым в мире виртуальным помощником с нейросеткой. Алиса? Алиса, в тебе есть нейросеть? А зачем мне нейросеть? Я и без неё при... Включи нейросеть. Давайте поищем. Алиса, ты не нашла нейросеть. Открой мне нейросеть. Найдётся всё. Алиса! Пошла нахуй! Остыньте. Дышите глубже. Размышляйте о своём поведении. Алиса! Ты меня раздражаешь. Пожалуйста, уйди. Блядь, чё ты стала даже как-то... Алиса! Извини, пожалуйста. Прощаю. А вы любите котиков? Ну да. А какие они у вас? Пушистые или гладкошёрстные? Мы говорим про котиков? О котах я всегда счастлива поговорить. Любите сфинксов? Ну, вообще не очень. Что не так? Нейросети так не умеют. Откуда ты поняла, что... Я про нейросеть спрашиваю? У меня способности экстрасенсорные открываются иногда. Шутка. Какая? Выбирайте любую. А выбор какой? Ну-ка, какие. Есть нейросети для поиска фильмов и мультиков. Они вам подойдут? Ну, допустим, да. Алло. Я Алиса. Алиса. Я лучшая собеседница в мире. А вас как зовут? Владимир Путин. Тема интересная, но я в ней пока недостаточно. Понялся. Пишет сценарий сказки. Гигачат от Сбера отстаёт. Ну, там и в принципе компания всегда отстаёт. Нейронки незаметны и постепенно заменяют многие процессы. Скоро и твоего батю заменят. Чтобы его заменить, нужно, чтобы он был. А первая нейросеть. Полномасштабно встроенная в фотошоп. Уже слышали? Нейросеть в фотошопе удивляет своими возможностями дорисовывания. Придумывания и встраивания разных объектов картинку всего по одному запросу. Многие стримеры уже делали подобное у себя на стримах. У Стинта на канале есть видос посвящен... Ооо, меня рекламирует, приятно. ...на этому фотошопу. Она, конечно, очень френдли фэмэли, но строго... Спасибо за рекламу, брат. Всё равно как то получил пермач, так что осторожней. Помимо фотошопа растут и видеонейронки, которых опасаются даже актёры и режиссеры в Голливуде. Я надеюсь, что я могла съесть пиццу. Блядь! Ебать имба! Вот такие вот примерчики. Учитывайте, что нейронка с каждым днём умнеет. Ну же, дизайнеры. Когда на завод? Кстати, я скачал один охуевший плагин, который мне теперь настолько сильно сократит работу. Сейчас вы охуеете. Я как раз про него вам говорил. Я его скачал. Сейчас вы просто охуеете. Допустим, у нас там, не знаю, видео какое-то есть, да? Это краски для тех людей, которые ненавидят работать с масками. Которые просто, бля, я ненавижу маски. Кто придумал маски, это долбоёб ебаный. И, типа, они меня бесят. Я нашёл хуйню, которая реально ускоряет процесс работы с ними. Допустим, вот у меня есть какой-нибудь видос. Вот, допустим, вот этот. Я, допустим, его закину сюда. А, не закину, потому что, блядь, нет композиции. Охуенно. Ну, я её добавлю. Это вообще не проблема. И закидываю видос какой-нибудь. Я такой думаю. Ну и пиздец. Хочу я, к примеру, выразить себя из жизни вот здесь. Допустим. Как бы я это делал раньше? Я бы, скорее всего, брал бы, блядь, элементарный рота-браш, ротоскопил, выделял. Теперь. Делаю вот так. Делаю вот так. Накидываю плагин. Выделяю себя. И нажимаю вот эту кнопочку. Почему ты не работаешь, тварь? О! Ну, это, конечно, по-ебански. Тут надо ещё дополнительно выделять, типа. Ну, короче, точками лучше даже. Ну, суть вы поняли. Суть вы поняли. Как бы можно отдельно. Там, видите, вон, какое-то окно, допустим, выделить. Или, допустим, в другое место поставить там. Вот, допустим, чисто лицо, поняли? Волосы, блядь. Вон, чисто у Роблокс, блядь, волосы, например. Это просто за секунду. И смотри, он реально, блядь, выделяет нормально. То есть, если мы говорим про какие-то, ну, быстрые приколы, какие-то прям супербыстрые. Поняли, о чём я говорю? То есть, допустим, мне надо делать переход какой-нибудь. На 2 секунды. Вместо того, чтобы выделять, вот так, блядь, маской наху париться, ты можешь эту хуйню использовать в качестве, ну, ускорения работы. Понятное дело, что для более чего-то качественного тебе всё равно придётся ротобрашить. Ну, 100%. Но если мы говорим про какие-то халявные переходы, то почему нет? Имба? И опять нейронка обошла запрет на чёрный юмор. Твич забанил канал с нейронкой мультфильма «Грифинов». Блядь, что ты показываешь про N-Word нахуй? Блядь, ебать, это шиза, конечно. Нейронка обошла N-Word через аббревиатуру. Но сразу же пояснила, что это плохо. Канал это не спасло. Кстати, мне реально интересно, а откуда сейчас онлайн так сильно поднялся-то? Ну, то есть, вообще поняли, что он что-то прям резко поднялся? Плюс параллель там с чуваками, ну, он такой приличный. Это типа из тиктоков чуваки пришли или откуда? Мне даже просто интересно. Баты все? А, лето, лето. Лето и всё. Сука, ура, лето! Теперь я буду популярным. Ближайшие два месяца. А, это макапони, макапони. Донейшин алертс добавили донаты в виде мемов, которые будут появляться и проигрываться во время стрима. Кстати, вот эта херня, она типа прикольная, но на самом деле это говно ебаное, потому что вы всё равно работаете с ограниченным количеством приколов. То есть, там у них есть ограниченное количество мемов, вы должны их использовать. И зачастую это просто мемы, такое ощущение, что выбирали какие-то сорокалетние дяди. Вы видели эту хуйню? Сейчас вам покажу. Это стикер от Нэшн Алертс. Так, сейчас я вам продемонстрирую, как это говно работает. Вот, этот мем Алерт. Вот он. Если что, я не душню, это реально, ну, типа, хуй. Это ебучая. Потому что она неинтересная. Там очень большое ограничение. Так, секунду. Войти с твичам. Сейчас разрешить. А, там можно свои грузить? Реально? Что, реально, блядь? Ну, тогда... Когда я хочу. А как мне получить? А как мне получить? Я хочу инвайт, нахуй. Вы можете получить инвайт на канале. Пойду, получу инвайт. Сика, 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 сика. Все, получаю инвайт прямо сейчас. В прямом эфире. Смотрите, учитесь. Зашел, получается. Эм... Вот. Получить инвайт. Привет. Я бод, который выдают инвайды. Старт. Скоро я пришлю тебе инвайт. Перед тобой в очереди два человека. Сука, блядь. Кто эти два человека? Выйдите, нахуй. Кто они? А можно, пожалуйста, по блату? И чё, когда... И чё, мне реально ждать всю свою жизнь? Когда мне инвай дадут? Блядь, хуйня, блядь. Я же говорил, что хуйня. Чё, ты выглядишь сонным каким-то? Потому что я спать ложусь обычно в это время. У меня же режим снайперостановочный, понял? То есть я проснулся в 6 часов, и, наверное, вот в это время сейчас спать ложусь. Поэтому я сонный. Подключить его нужно зачем-то через телеграм-бота. Ссылка в описании под стримом тоже новая. А чтобы добить всех, сделали покупку мемов за валюту на странице. Уникальная идея обосраться. На шаг впереди. Добро пожаловать в 2К23. Благотворительности тоже было очень много со стороны блогеров. За что огромный респект. Даже не учитывая мистер Бистас вылеченную глухотой. Блядь, я не понимаю ничего благотворительности. Когда Алюха, сука, уже наконец-таки получит эти деньги ебаные, блядь, с этого. Единственное, не как лая. Ему должны деньги отправить. И я говорю, давай отправим их потом в детский дом бабки. И хуй знает, блядь. До сих пор, ну, видимо, забывает подписать документы. Ты тысячи человек. Из тысячи глухих людей, которым мы поможем снова обрести слух. И она не слышала голос своей матери уже 4 года. Ты слышишь? Саботонец Людвиг провел благотворительный стрим-аупцион, где продавал свою золотую кнопку Ютуба. Все в поддержку Фантом Майка Виш. Даже сам Твич пожертвовал 40к ваксов в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. А стримеры за 12 дней... Не знаю, мне ничего вообще не пришло. ...собрали туда же еще 1 миллион долларов. А вам что-то пришло? Но и наши ребята не уступают благотворительностью. Генсуха собрала на стриме в поддержку животных 250 тысяч рублей. Генсуха! И Равшин также на макрофоне собрал три слуха в благотворительный фонд Ходенского. Вот эти вот деньги и еще плюс 1100 долларов у меня лежит на Тезаре. Я все эти деньги выведу, четко скажу сколько там денег и перечислим. Ребенка, который прям очень сильно нуждается в помощи. Это мне. Если получится, мы можем двоих найти и разделить сумму. О, все свет дети помогают. Я тоже помню в свое время делал ролик для них. Ребята в ролике бустера скинулись. У меня не единожды там всякие стикер-пайки пытались прорекламировать, еще что-то. Давно-давно с ними работали. На помощь приютам животных 1 миллион рублей. А там просто салфетки одни было. У тебя звук двоится, в смысле? Ну, воняет, да, ну что, воняет. А как, мне не может двоиться? Типа, недели, две, можно. Не правда, тысяча собак, суммарно. Ну, это очень круто. Делайте добрые дела. Думаю, про водю Эвелона вообще нет смысла говорить. Носатый постоянно закидывает в благотворительности бабки. Не рассказывая аудитории. Уверен, я еще не всех дожу и... Ну, кстати, ему за это прям супер респект. Короче, благотворительный месяц вышел. Делайте добро, плюс рэп. Син, почему к тебе шеф на стримы не приходят? Вы поссорились? Нет. А зачем ему приходить? Я вообще никого не зову. Лол. На номинации у меня, к сожалению, кончилась мана. Кстати, блядь, это еще охуенный мем. Прикинь, короче, можно приходить кому угодно, спрашивать, а почему к тебе человек не приходит на стрим? Блядь, просто рандомно вообще называть. Типа, допустим, прийти к Ленингалачскому, Лавачскому сказать, почему к тебе не приходят на стрим, там, не знаю, папе, чего поссорились или что-нибудь такое? Прошлый раз были насыщенные номинации. В этот раз делаем по-простому. А кому мало, есть тк-клип с каждодневными нарезками. Короче, надеюсь, вы меня понимаете. Погнали. Макс, почему не заходишь ко мне на стрим и поссорились? Ну, да. Ты сказал, что я уёбок, ебаный, не хочешь со мной вообще тусить. А в ФК все так же без изменений с прошлого раза. Как будто КСР и ЭПКД в фильмах уже как кинотеатр. А короли АФК-контент это, конечно, фрукты сказы сериалы. Ну и Зубарев за каждодневные фильмы. Поздравляем. Бля, не знаю. Я вообще не могу смотреть фильмы и молчать. Это пиздец. Мне кажется, если бы стрел фильмы, это был бы, блядь, не АФК-контент. Потому что, блядь, короче, что вы понимали, насколько я хуёво смотрю фильмы на Твиче. Ко мне заходят чуваки и пишут, блядь, не ебало, дай фильм посмотреть. Это пиздец. Я просто сидел вот так, плядь, стопал, но он стопом угорал нахуй. Это вообще пиздец. Я не понимаю, как люди сидят, ну, без шуток, стримят фильмы и не могут пиздеть про каждую хуйню. Потому что это супер смешно. Там какая-то херня происходит. Вот говорю, это когда с кентами сидишь, смотришь фильм, ты же тоже пиздишь постоянно. Ну, так всегда, да? Согласны, чуваки? Ну, правда. Ну, кроме, наверное, интересных фильмов, которые вы ждёте пиздец. То есть, вот, такой-нибудь Человек-паука, вот, допустим, мы ходили с ребятами и вообще сидели смотрели. На Шанг-Чи, допустим, мы ходили с Мазелом и Тохом, мы сидели, пиздели. Ну, ещё потому что мы бухали. Бля, и так смешно было, короче. Сука, бля, я смотрел эту хуйню. Ну, в общем, мы пришли, получается, в кино с Тохой и Мазелом на Шанг-Чи. Это было очень давно. И мы такие идём покупать и говорим, о, зацени, там этот Джек Дэниелс продаётся. Мы такие, блядь, а давай его с колой смешаем. Мы, короче, купили бутылку колы, бутылку Джек Дэниелса. И размешали, начали пить. Мы такие, я такой сижу. Что-то вообще хуйня полная какая-то там, типа, слишком странная смесь. Я начинаю просто пить, 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 пить. Сидим там параллельно, смотрим фильм, общаемся. И просто вот на моменте Шанг-Чи, когда начинается сцена с этим, с такси. Я просто сижу, меня вот так нахуй качает. И я просто начинаю каждую секунду говорить. Бля, пацаны, какая сцена пиздатая, ебать. Меня смотрит просто Илюха с Тоха. Я такой, бля, смотри. Бля, я такой, бля, чел, ебать она охуенная. Бля, ты посмотри, ты видишь это? Ебать, я бы член отсосал тому, кто это снимал. Это все напоминаю в кинотеатре. То есть это, блядь, не в зале, это в кинотеатре. Но это еще не самый главный кринж, который у меня был в кино. Второй по уровню кринжати, даже не первый. Это был момент, когда я пошел на фильм Слендер. Он был настолько хуевый, что в момент скримера я просто начал ржать на весь ебучий зал. Ну, то есть, вы знаете, как я смеюсь. И прикиньте, вот происходит скример, а там сидит весь зал. И я просто что, ржать. Я такой, бля, ха-ха-ха. Просто ржу, как долбоеб ебаный, поняли? Как долбоеб ебучий. На меня смотрит друг, говорит, блядь, Макс, закрой ебло. Ты пришел на страшный фильм. Закрой ебло, ту порылый. Я такой. Блядь, ну, игру реально было ультра смешно. Это просто настолько, настолько пиздецово. Ну, еще был момент, когда я, короче, я такую хуйню сделал. Правда. В общем, я считаю, это супер мерзкий поступок, но мне тогда было ультра смешно. В общем, знаете, есть фильм «Тихое место». И мы с Челлом пошли на фильм какой-то. И перепутали залы. И мы с ними хоть смотрели на «Тихое место» до этого. А что если уходили на «Тихое место» ужасы, то в курсах, что фильм на протяжении всего времени очень тихий. И там, ну, в этом, по сути, суть. И слышно, как кто пернет на первом ряду. И что-то мы идем. И такой, Ань, наш зал. И я иду такой. И просто нахуй на выходе говорю. Там в конце батя умрет. И выхожу. И я такой, я так говорю, выхожу и думаю. Бля, нахуй я это сделал, сука. Я просто кинул им спойлер, нахуй, в начале фильма. И я просто, знаешь, я сделал хуйню. Выхожу из зала и такой, а нахуй я это сделал, блядь. Типа, зачем? Я думаю, ну ладно, похуй, блядь. Якадзия Ункер занимает данную номинацию. Все таки, что ты да, есть. Поздравляем парочку. Рейдж можно даже не монтировать. Ну, гру, там прям поступил мерзотно. К слову, о людях, которые пиздят в зале. Я уже вам рассказывал эту историю. Но, может быть, сейчас найду людей, которые все-таки видели эту кассету, этот диск. Вы же знаете эту хуйню с этими, с экранками. Когда люди сделают компри, поснимая экранки. Сейчас они, кстати говоря, выглядят не так уж и хуево, честно говоря. Но тогда, тогда они выглядели прям по-уебански. Но это было тоже своим, ну, имелось свой вайп. И вот, короче. Был такой фильм, назывался «Черная молния». И там был момент, когда женщина стоит с чуваком. И они общаются, общаются. Очень драматичный момент. И он такой говорит. Ты должна знать, кто я такой. Кто же ты? И какой-то чел из зала на этой экранке орет. Я Бэтмен! И все угорают нахуй. Блять, пиздец. Это легендарная экранка, я говорю. Причем я понимаю, что она распространялась везде. Это просто легендарный комприп. Вот ради таких моментов и стоит смотреть экранки. Да, это пиратство. Да, качество говна. Но это просто охуенчик, понимаете, ребята? Это просто воспоминание. Это очень круто. А просто наградить нашумевшую и надоевшую до тошноты игру Only Up. Поздравляем. И соболезную монитором и мышкам. Блять, я думаю, он скажет я с конфликтами, ну тогда неинтересно. Поздравляем шауминов и вуминов. У меня прям аналитика конфликтов была на протяжении долгого времени, мог бы и вставить. За рубу месяца отдам братишкину, который поднял этот челлендж, а также Ваде и Вилону и Бустеру. За ту реки, от которых уже всех тошнит. Зарубы между стримерами и профи-игроками в Only Up. Пацаны, заканчивайте, пожалуйста. Ну и в заключение попаски пройдемся. Много раз ее изменял и все таки нашел подходящую. Пальчики наготове. Ебать, что? Погнали. Вижу тебя в чате, пока депрессует, пока твич-контору смотришь. Могу тебя подавать от хейтеров. Пасты. Троллинг. Спам. Мой конек. Спам, мой конек. Всего лишь одна сапка. Ну или сиди и терпи дальше. Ладно, потерпи дальше, мне похуй. Все. В принципе, поздравляю, я справился с твич-конторой за два часа. Молодец я, не молодец ли? Просто вопрос. Вопрос.